Она так боялась опоздать на заседание, что приехала на набережную Конти задолго до того, как туда явился наряд охранителей порядка. Сутолока была невиданная. В публике называли госпожу Жерарден, госпожу Луизу Колле, госпожу Тьер, многих актрис. С особым интересом указывали на Адель и Жюльетту. Впервые за десять лет в Академию пожаловали принцы. Герцога и герцогиня Орлеанских, она была очень хороша, в белой шляпе, отделанной бледными розами, встретил у дверей дворца Мазарини постоянный секретарь Академии Вильмен. «Мне кажется, — сказал он, — что вы, ваше высочество, и ваша супруга в первый раз посетили Академию. Наследник престола ответил — в первый, но, надеюсь, не в последний раз». Появление Гюго было величественным. Темные, гладкопричесанные волосы открывали его высокой пирамидальный лоб и спускали с валиком на воротник с зеленым шитьем. Глубоко сидящие маленькие черные глаза блестели от сдержанной радости. Первая его улыбка была обращена к Жюльетте. Та едва не лишилась чувств, увидев, как он входит, бледный и взволнованный. «Спасибо, мой обожаемый, спасибо за то, что ты подумал о бедной женщине, которая любит тебя, подумал о ней в такую важную, можно было бы сказать, решительную минуту, если бы люди, собравшиеся там, не были в большинстве своем мерзкими кретинами и гнусными негодяями». Затворница была счастлива увидеть, что на скамьях сидят все мои дорогие малютки, прелестная дедина, очаровательные шары и мой милый маленький тото, похожий на другого тото, который был бледен и казался больным. Речь Гюго всех удивила. «Минут двадцать он говорил о Наполеоне. Воздал хвалу конвенту, хвалу монархии и младшей ветви династии Бурбонов. Воздал хвалу Франции, которая дает направление мыслям во всем мире. Восхвалил академию. «Вы — один из главных центров духовной власти», — похвалил своего предшественника Лемерсье в нескольких общих фразах, а в заключение восславил Мальзерба, человека, просвещенного, выдающегося министра, достойного гражданина. «Почему Мальзерба? — спрашивал разочарованные публика. Посвященные давали такой ответ, как Сент-Лев. Хитрость, шитая белыми нитками. Или как Шарль Маньен. Разгадка тут — звание пера и постминистра». Сент-Дёв занес в свою записную книжку. «Гюго, пришел на смену Лемерсье, а вид такой, будто наследует Наполеона». Исполняющий обязанности директора Нарциссе Ашиль де Сальванди, историк и политический деятель, о котором Фьер говорил, что он важничает и распускает хвост, как павлин, не поскупился на традиционные стрелы, которыми уязвляют нового академика. Жюльетта нашла, что Сальванди — безобразный, краснорожий, спесивый, угрюмый грубиян. Начало его речи было ироническим. Древние, для того, чтобы восторжествовать, окружали себя изображениями своих предков. «Наполеон, Сиес, Мальзерб — не ваши предки, сударь. У вас другие предки, не менее знаменитые — Жан-Батист Руссо, Клеман Моро, Пиндар и создатель псалмов царь Давид. Мы здесь не знаем более прекрасной и разословной». Гюго говорил, что Наполеон назначил бы Корнеля министром, живен в его время. «Нет, нет, — парировал Сальванди, — у нас было бы меньше бессмертных драм. А можно ли иметь уверенность, что у нас было бы одним великим министром больше? Мы вам очень благодарны, что вы мужественно защищали свое призвание и поэта против всех соблазнов политического честолюбия». Ехидные слова. Поскольку всем было известно политическое честолюбие человека, к которому Сальванди их обращал. Преданная Жюльетта возмущалась с завистливой неуклюжестью его ответной речи, но сохранила чудесные воспоминания о первых волнующих минутах заседания. «С того мгновения, как ты вошел в зал Академии, на меня нахлынуло и не покидало меня чудесное сладкое чувство, что-то среднее между опьянением и экстазом, словно мне было небесное видение, и предо мной явился сам Бог во всем своем величии. Во всей красоте своей, во всем великолепии и славе своей». Но у публики, чуждой восторгом влюбленной женщины, господин Сальванди имел большой успех. Сохранилось любопытное письмо Виктору Гюго к Сальвандии. После заседания директор сказал новому академику, что король недоволен, зачем Гюго назвал его в своей речи соратником Дюмурье, ведь у Дюмурье дурная репутация. Гюго ответил, «Желание короля будет исполнено, дорогой коллега, биографии категоричны в своих сведениях, но я предпочитаю верить королю, а не биографиям, поэтому я поставлю соратник Келермана имени Дюмурье больше не будет. Немедленно пошлю в типографию «Дидо исправление». Я перечитал в Деба вашу речь и очень рад вам сказать, что если она кое в чем, может быть, я тут заблуждаюсь, немного задевает меня как человека, то как писатель я от нее в восторге». Это была гибкая и ловкая тактика, но в напечатанном тексте речи стоит соратник Келермана и Дюмурье. Руайе Коллар, ворчливый доктринер в высоком галстуке, ядвительно сказал Виктору Гюго, «Вы произнесли очень большую речь для такого маленького собрания». Но газета «Ла Пресс» нисколько не обманулась. Большая речь возвещала о больших намерениях. Это первый шаг к парламентской трибуне, кандидатура в одну из двух наших палат, а может быть, в обе, и даже больше, программа министерства. Юмористический журнал «Ла Мот» в мнимой хроникерской заметке рассказал, как принцесса Елена, видя, что приближается момент, когда на голову ее возложат корону Франции, заранее составила свой совет министра следующим образом. Военный министр, он же председатель совета, Виктор Гюго, министр иностранных дел Теофиль Готье, министр финансов Альфред де Мюссе, министр морских дел Делла Мартин. Сент-Бео говорил, «Видно, к чему он клонит». Да, это было видно, потому что он хотел быть на виду и не скрывал своих намерений. Быть шатабрианом или ничем. От мечты Гюго переходит к действиям. Он открыто ставил вехи своего будущего пути. Возрастающая близость с наследником престола и его женой. Пост в председателя общества литераторов. Опубликованные брошюры со всеми стихами Гюго о Наполеоне в качестве подготовки к перенесению праха императора. Многочисленные приемы на Королевской площади. Из молочной Швейцарии госпоже Гюго доставляли для них мороженое в формочках по 30 франков за 100 порций. Бутерброды по 20 франков за сотню. Кофе-глессе по 4 франка за чашку. И горячий пунш по 3 франка за чашку. Приведены были в порядок семейные и финансовые дела. Гюго уступил на 10 лет издателю Делуа за 250 тысяч франков, из коих 100 тысяч выплачивали сразу же наличными, право переиздания всех своих вышедших уже произведений. Таким образом достигнут был большой достаток и приобретен имущественный ценз, необходимый для звания пера. Однако Виктор Гюго продолжал проповедовать в обоих своих семействах режим экономии. Капитал трогать нельзя, надо жить на доходы. Но у него появилась дорогостоящая слабость, он стал щеголем. В те времена, когда Гюго покорил сердце Жюльетты, он одевался довольно небрежно. И мадемуазель Друэ, вкусы которой воспитывали князь Демидов и ему подобные, зачастую подтрунивала над отсутствием у него фронтовства. Теперь она сожалела об этом. Натворила я себе беды, приучив вас к щегольству. Но ведь кто же мог подумать, что вам понравится подобное превосходство над другими, недостойное такого человека, как вы? Я в ярости, что так преуспела в своих наставлениях. О, если бы я могла вернуть ваши славные нехоленные пальцы, ваши наивные подтяжки и вашу взлохмаченную шевелюру и крокодиловы зубы! Я бы уж непременно это сделала! А в другой раз она возмущалась. То-то затягивается, как грезетка, то-то завивается, как подмастерье портного, то-то похож на образцовую куклу, то-то смешон, то-то академик. Он не обращал внимания на ее шпильки. Будущий государственный деятель должен иметь внушительный вид. Госпожа Гюго, которую беспокоила прочность этой связи, попыталась пойти в наступление против Жюльетты, якобы в интересах честолюбия мужа. Признаюсь, меня тревожит твое будущее с материальной стороны, ведь твой дом должен быть поставлен приличнее, чем теперь. Надо, чтобы ты имел возможность принимать у себя людей так же, как тебя принимают. Я знаю, что наш скромный образ жизни ничему не мешает, но будь уверен, что он окажется помехой на дальнейшем твоем пути, затормозить твое продвижение к той цели, какую ты себе поставил. Боюсь, как бы обязательства, взятые тобою, когда-нибудь не заставили тебя вынуть часть денег, которые ты поместил с таким трудом. Мне приходится сказать тебе об этом, так как я страшусь, что все твои усилия будут бесплодны и приведут к недостаточным результатам. Не ты, не твои близкие не должны перебиваться кое-как, вы должны жить прилично. Не хочется напомнить тебе то, о чем я уже говорила. Я мысленно отрекаюсь от всякого рода прав на богатства, какие ты можешь себе составить. Я смотрю на себя, как на управительницу, обязанную вести твой дом и надзирать за тем, чтобы во всем было там как можно больше порядка. И я считаю себя воспитательницей наших детей. Тут уж я смело говорю «наших детей», ибо не хочу отказываться от своих прав на них. Так вот, мой друг, лишь ради тебя самого, исключительно в собственных твоих интересах умоляю, поразмысли хорошенько. Говорю с тобой как сестра, как друг твой. Не знаю, что и сказать, чтобы ты поверил в полное мое бескорыстие. «Подумай, подумай о своем будущем. Посмотри, каким способом ты сможешь уменьшить материальное свое бремя». Уменьшить бремя — это значило порвать с Жюльеттой. Он об этом и думать не желал. Узы плоти стали менее прочны, чем в первые дни. Но Жюльетта сохранила все те достоинства, каких Адель не имела и не желала иметь. Она была смелой путешественницей, трудолюбивой переписчицей, искренней почитательницей, воплощенной поэзией. Он все еще слагал благодарственные гимны в ее честь. «Жюльетта, это прелестное имя, запавшее мне в душу, расцветает в моих стихах. Ты не только мое сердце, ты вся моя мысль. Если есть у меня некоторое дарование, это ты его породила во мне». А первого января он написал «Нас годы обокрасть пытаются напрасно. Все так же нежен я, все так же ты прекрасна, и сердце молодо, как десять лет назад. Страшиться времени не стоит, дорогая. Как годы не летят, нас к небу приближая, они нас от любви не отдалят». Перевод Ваксмахера. Примечание редакции. Супруга же несла обязанности по внешним сношениям. С тех пор, как Сен-Диос перестал воспевать королевского буйвола, она проявляла внимание другому приятелю мужа, который появился в их доме во времена Эрнани и стал с тех пор влиятельным и всесторонним критиком, дававшим отзывы о драмах, о книгах, о жилписи. Словом, она немного кокетничала с Теофирем Готье по прозвищу Добрый Тео. Адель Гюго, Теофирю Готье, 14 июля 1838 года. «Хотела бы я знать, почему вы не приходите к нам почаще, если уж не хотите бывать у нас постоянно. Из двух зол следует выбирать меньшее, и я предпочла бы видеть вас ежедневно, чем не видеть совсем. Скажу даже, что мне это было бы бесконечно приятнее, потому что для меня праздник, когда вы приходите, и, право, не знаю, почему вы не устраиваете его для меня как можно чаще. Если захочешь, всегда найдешь время написать фильетон. Уж я бы улучила часок, чтобы написать о вашем фортунио, который мне полюбился, как ваше второе я, но нам не хватает вашего первого я, которое нисколько его не хуже. Когда-нибудь вы нам его покажете, правда? Жду его, ведь я немножко сентиментально, и не могу от этого избавиться. Что поделаешь? Я в этом такая же, как белошвейки, как мадиски, горничные, даже кухарки. Вы же обещали написать роман для такого рода публики, а поскольку я принадлежу к ней по своему моральному складу, то я и требую, чтобы вы этот роман написали. Булонь, 1 сентября 1838 года. Обидно, когда любишь своих друзей больше, чем они тебя любят. Говорю это с полным основанием и в отношении себя, и в отношении этих самых друзей. Ведь бесконечное множество вещей занимает их больше священного имени дружбы. Из всего и проистекает, что богиня дружбы, да богиня ли это, имеет весьма второстепенное значение, особенно для вас. То, что я вам пишу, ничуть не изменит того, что есть. Ведь говори об одном и том же хоть сто лет, пиши сто лет, а от этого ничего не переменится, только надоешь людям. Я претендую лишь на то, чтобы вы, снисходя к моей просьбе, приехали ко мне в гости на несколько часов, приехали бы в полдень и остались бы до вечера. Приезжайте без всякого письма. Случай все устраивает лучше, чем люди предполагают. Вы совсем со мной не любезны. А я вас все-таки люблю от всего сердца, потому что у вас для этого есть все качества, преданные вам, Адель Гюго. 26 сентября 1838 года. Итак, приходите за мной завтра в четверг в мастерскую нашего друга Буланже. Художник Луи Буланже работал в сентябре 1838 года над портретом Адели Гюго, который был выставлен в салоне 1839 года. Селестен Нантель сделал с него афорт. В наше время портрет выставлен в доме Гюго на Вагерской площади. Примечание автора. Приходите в пять часов. Я вас повезу в Булонь, где вы, наверное, пообедаете с великим человеком. Чего только не приходится изобретать, чтобы поболтать с вами минутку. Без даты. Я ужасно боюсь, что вы придете завтра, из-за этого я пишу вам. Я была бы в отчаянии, если бы вы не застали меня, поэтому тороплюсь написать вам, чтобы быть спокойной на этот счет. Может быть, таким способом я еще и напомню вам, что вы должны приехать в Булонь, чтобы провести несколько часов со мной. Как знать. Но как бы то ни было, завтра меня здесь не будет. Жду вас в среду. Что касается дальнейшего, то я притязаю на право собственности в отношении вас. И сама предоставила бы его вам в отношении себя, не будь я женщиной и к тому же преданным вашим другом. Адель Гюго. 28 января 1839 года. Приходите же. Принесите нам вашу книгу. Ведь это нелепо, что все ее прочли раньше нас. Конечно, вы больше не балуете меня. Что ж, я и в самом деле становлю страшной. Должна вам сказать, поскольку вы так хорошо умеете хранить тайны, что я открыла слабое место у великого человека. Он по-настоящему огорчен, что вы не пожелали что-нибудь сказать о Дон Сезаре. Я открыла в нем человеческую черту — обидчивость в дружбе. Вероятно, речь идет о Рюи Блазе. Пьеса эта, поставленная 8 ноября в Театре Ренессанс, вслед за тем была напечатана. Примечание автора. Я считаю вас более чувствительным, чем вы это признаете. Правда это или нет, но таким я вас восприняла в своем сердце и держу своего мнения. В мыслях я создала маленький роман, дополняющий для меня ваш образ, но на этом я и остановлюсь. Женщинам приходится ограничиваться вымыслом, потому что они становятся такими глупыми и смешными, когда берутся за перо, пачкают себе пальцы чернилами. Будьте уверены, что при всех разочарованиях, пережитых в жизни, я нисколько не сомневаюсь в дружбе. Я ставлю ее на алтарь и чту ее как драгоценнейшее мое сокровище. До скорого свидания. Верно, Адель? Бездаты. Усердно читаю, как вы того пожелали, ваши фильетоны. Сегодня заметила, что вы еще ничего не сказали о моем портрете. Будьте так любезны, напишите, что он повешен слишком высоко, может быть, его тогда перевесят пониже. Мне стыдно, что я вас занимаю заботами о моей особе, ведь сама-то я обычно очень мало заботюсь о ней. Но ваше замечание поможет карьере молодого художника, который нуждается в небольшом успехе, чтобы пробиться. Бездаты. Я ждала вчера вечером, что вы навестите меня. Совсем вы меня покинули. Это очень дурно с вашей стороны. Если хотите помириться со мной, приходите завтра, в понедельник, обедать к Роблену, в Сент-Джемс. Постарайтесь прийти пораньше, чтобы можно было прогуляться в лесу. Будьте на этот раз точным. Бездаты. Дорогой господин Готье, если вы желаете посетить в ближайшее воскресенье Лонгшанские купальни, они будут открыты для вашего сиятельства. Вы пообедаете с нами. Если бы вы могли сказать в вашем сельетоне несколько слов об этом уголке, вы этим обязали бы квартал Королевской площади, который был когда-то и вашим кварталом. Больше никогда не буду надоедать вам. Поступайте по своему усмотрению. Только любите меня, как вашего лучшего и самого давнего друга. Миконтессо Гюго. Адель продолжала верить в возможность дружбы между мужчиной и женщиной. Она ужасно боялась обжечься, но любила играть с огнем. Женщина, покинутая мужем, чувствует потребность приободриться. С мая по октябрь 1840 года Адель Гюго жила вместе со своим отцом и двумя дочерьми в Сент-При на опушке леса Монмаранси, в большом доме, называвшемся терраса. Мальчики были в пансионе Жоффре, находившемся на улице Кюльтюр Сент-Катрин, в настоящее время улица Севинье. Оттуда они ходили в королевский колледж Карла Великого. Живя в пансионе, они требовали то у матери, то у дедины пособия. Четыре су, чтобы расплатиться с долгами. Это очень срочно. И банку варенья. «Мама, я тебя люблю», — писал Шарль. «Я тебя обожаю. Ты мой ангел, жизнь моя. Скажи дедине, чтобы она послала мне завтра банку варенья для тех случаев, когда на полдник дают один хлеб сухой». Он плакал, когда возвращался в пансион. «Я поминутно вспоминаю бабочек на занавесках в гостиной, картины, полок над кроватью, красный столик. Если я целый год не буду видеть себя, то могу дойти до самоубийства». Романтизм оказался наследственной чертой. И Шарль, который драматизировал свое положение в духе пьес Виктора Гюго, жаловался на то, что он безвестный сын великого счастливого отца. Гюго долгое время не уделял внимания сыновьям, но около 1840 года стал следить за их занятиями, в особенности за уроками по латинскому языку, которому придавал большое значение. Он был счастлив и горд, когда 31 июля 1840 года узнал, что его младший сын, Франсуа Виктор, получил на общелицейском конкурсе премию за перевод французского языка на латинской. Он поехал в Сен-При, чтобы отпраздновать с семьей это важное событие. Целый выводок детей, красивых и умных, превращал террасу, как некогда замок Де Рош, в радостный рай. Помогая сыновьям соорудить хижину из ветвей, а Де Де разводить кур и кроликов, глядя с любовью на Леопольдину, Гюго с волнением вспоминал то счастливое время, когда он хотел быть первым и в браке, и в отцовстве, и в поэзии. Но семейная его жизнь шла теперь со скрипом, на каждом шагу давали себя знать диссонансы, и это уже было непоправимо. Наши судьбы и наше намерение почти всегда играют не в попад. Рейн Вы знаете мою страсть к длительным путешествиям с короткими переходами в обществе давних друзей детства Вергилия и Тацита. Виктор Дюго, Рейн В трех путешествиях 1838, 1839 и 1840 годы Кроме Вергилия и Тацита поэту сопутствовала Жюльетта Друэ. Он совершал с ней длительные фантастические прогулки почитателей старины и мечтателей. Но каждый вечер он посылал Аделе Фуше письма в виде дневника с рисунками, поручая ей хранить эти послания как материал для будущего его произведения. Гюго оставляет в Париже верного и дорогого друга, прикованного к столице постоянными заботами и делами, которые едва позволяют ему съездить на дачу в четырех лье от заставы. Виктор Гюго, Рейн Письма к другу Примечание редакции Этим другом была его жена или реже художник Луи Боланже. Путешественник вел еще и другой дневник, более значительный, содержавший в себе политические и исторические рассуждения. В путешествии 1839 года, длившемся свыше двух месяцев, он днем совершал прогулки, а по ночам писал, в то время как Жюльетта смотрела на него, ожидая, когда придет ее час, час любви. Странным, почти магическим очарованием привлекала Гюго Великая река, овеянная легендами. В детстве на улице Фильянтинок он каждый вечер смотрел на картину, висевшую над его кроватью, и мрачные разрушенные башни, изображенные на этой картине, завладели его воображением. Она повторялась в придумываемых мальчиком сказках и во множестве его рисунков. Гюго плохо знал немецкую литературу, но все же, как и его друзья, Нерваль и Готье, читал чудесные сказки Гоффмана. В предисловии в книге «Рейн» он даже признавался, «Германия» — автор книги не скрывает этого — является одной из стран, которые он особенно любит, и одной из наций, которыми он восхищается. Он питает почти сыновнее чувство к этой благородной и святой родине всех мыслителей. Если бы он не был французом, то желал бы стать немцем. Быть может, к его стремлению постигнуть и выразить характер немецкой поэзии присоединилось и желание расстроить немецкую принцессу, герцогиню Орлеанскую. Кроме того, он полагал, что, обращаясь к франко-германским отношениям, писатель может принести пользу своей стране и принять участие в общественных делах. Вот почему Гюго включил в 1841 году в книгу «Рейн» кроме легенд, очерков, размышлений о прошлом, еще и послесловие политического характера. В предшествующем году, казалось, назревал конфликт между Францией и Пруссией. Немецкий поэт Беккер написал стихотворение «Немецкий Рейн», на которое Мюссе ответил знаменитыми стихами «Мы владели вашим Рейном, мы черпали воду из него». И в своем послесловии Гюго, приводя обстоятельные и серьезные доводы, торжественно предлагает разрешить споры мирным путем. Пусть Пруссия возвратит Франции левый берег Рейна, гораздо более французской, нежели это думают немцы. Вместо него Пруссия получит Ганновер, Гамбург, Вольные города, выход к океану. Выгода для нее будет состоять в том, что она получит свободные порты и единство территории. И тогда Франция и Германия, созданные для сотрудничества, объединятся с целью обеспечения мира на Земле. Рейн — река, которая должна их объединять, а ее превратили в реку, которая их разъединяет. Этот пространный очерк, широтой исторического кругозора, энергии и стиля, смелостью поставленных проблем и предложенных решений, производил солидное впечатление. Но виден ли тут был человек государственного ума? В этом можно усомниться. Истинный посредник не выступает столь категорично. Кроме того, у автора под пышным потоком антитес и поучений обнаружилось плохое знание людей. Кто во Франции желал, чтобы Пруссия была единой и имела выход к океану? Кувилье Флери в журнале «Де-Де-Ба» яростно возражал. «Вы утверждаете, что Пруссия, какой она является, согласно решениям Венского конгресса, плохо скроена. Ах, что за несчастье! И вы желаете возродить Пруссию в ущерб Франции, вы даете ей морские порты, присоединяете к ней Ганновер, расширяете ее границы, превозносите ее моральный престиж. И ради чего все это делается? Лишь для того, чтобы Франция владела департаментом Монтонер. Здесь человек здравого ума брал верх над гением. Поэт под впечатлением увиденного пытался разрешить историческую проблему. По простому очертанию старого фальтского княжества он стремился раскрыть тайну прошлого и постигнуть тайну будущего. Он увидел Рейн. Но то был Рейн страшный, эпический, эсхиловский. Великолепные наброски, которые он оттуда привез, поражали своим трагическим характером, сверхъестественной, фантастической силой, но передавали скорее темперамент самого Гюго, нежели пейзажи Рейна. По преимуществу он пользовался двумя стилистическими манерами, одна из которых, как говорил Сэндбёв, отличалась свойственной Гюго пышностью и помпезностью, тогда как другая, книга «Увиденная», представляет собой превосходный репортаж. Благодушный Виктор Пави писал Давиду Анжерскому, «Поднимались ли вы по Рейну, на этот раз не в лодке, не в коляске, а при помощи книги Виктора Гюго? На каждом шагу он и только он поэт, отраженный в этой реке, непрестанно наделяющий ее воды и берега то голосом, то сверканен искр. Его ужасный деспотизм так странно воспринимает мир, что весь нарисованный пейзаж только о самом художнике и говорит. Рука, облаченная в железную перчатку, в конце концов придавит вас. Человек после этого чтения чувствует себя разбитым, задохнувшимся, словно добыча орла, выпавшая из его когтей». Бальзак, который никогда не был снисходителен с Гюго, признавал, однако, Рейн шедевром. Ему сообщили, что Виктор Гюго, как в свое время его брат Ажен Гюго, сошел с ума и что его должны поместить в больницу. Бальзак даже написал об этом Ганской. Рейн убедительно опровергал эту выдумку. Французская проза со времен Шотабриана еще не создавала столь величавого и гармоничного творения. Руины минувших веков, представшие перед моими глазами в такой час, при таком свете, возбуждали чувство тихой грусти и поражали своим величием. В едва различимом колебании листьев на деревьях и кустарниках мне чудилась какая-то почтительная боязнь. Не слышно было ни человеческого голоса, ни звука шагов. Лучи и тени не проникали во двор замка. Там царил таинственный полумрак, все скрывавший и все выделявший. Бледный лунный свет, пробиваясь сквозь бреши и трещины в стенах замка, доходил до самых темных его углов, а в мрачной его глубине, под высокими сводами и в недоступных проходах, медленно колыхались какие-то белые призраки. Перед нами как будто отрывок из замогильных записок Шотабриана в графическом переложении Виктора Гюго озаренным тусклым светом луны. «Словно добыча орла, выпавшая из его когтей», — писал Пави. Но и сам орел мог упасть с высоты. Торжествующий Гюго парил под вечным сводом, но вдруг ураганный порыв ветра сломал ему крылья. В том же 1842 году его друг и покровитель, наследник престола, герцог Орлеанской, погиб из-за несчастного случая, когда ехал в экипаже по проспекту, называвшемуся в то время Дорога Восстания. Лошади внезапно понесли, герцог попытался выпрыгнуть из экипажа и разбил себе череп о мостовую. Катастрофа эта преисполнила Гюго искренне скорбью, и все же он захотел увидеть собственными глазами ее обстановку. Он исследовал место, где герцог выпрыгнул из экипажа. Оно оказалось на левой стороне дороги между 26 и 27 деревом, если вести счет от ворот Майо. Он отметил, что агония герцога прекратилась на кирпичном полу в бокалейной ласке, размалеванной зеленым цветом. За головой умирающего находилась растрескавшаяся печь. На стенах висели грошовые лубочные картинки. Ага-сфер, покушение фиески, портреты Наполеона, Луи Филиппа и герцог Орлеанского в мундире гусарского генерал-полковника. Друг скорбел о друге. Поэт, всюду искавший антитезы, размышлял о том, что герцог, молодой, беспечный, счастливый, проезжал мимо этой зеленой двери всякий раз, когда направлялся в замок на Ии. Если он порой и бросал беглый взгляд на эту бокалейную, то она, вероятно, казалась ему жалкой ловчонкой, убогой лачугой, может быть, каким-нибудь притоном. И именно она стала его гробницей. Возвращаясь с Жюльетой в Париж, Гюго увидел расклеенные на стенах афиши, возвещавшие огромными буквами «Празднество в Нэйи», сущая находка для любителей контрастов. Герцог Орлеанской, человек благородного сердца, был надеждой либералов. Теперь им приходилось пересмотреть все свои проекты устройства будущего. Виктору Гюго, возглавлявшему в то время академию, поручили выразить королю соболезнования от лица всего французского института. Он восхвалял безвременно погибшего герцога «Государь, ваша кровь — это кровь страны, ваша семья и Франция едины сердцем. То, что наносит удар одной, ранит и другую. Ныне французский народ с глубоким сочувствием обращает свой взор к вашей семье, к вам, государь. Надеюсь, что вы будете жить долго, так как вы необходимы Богу и Франции». К королеве Августейшей матери, на долю которой выпало самое тяжелое испытание среди всех матерей Франции, наконец, к принцессе, истой француженке по духу, избравшей второй для себя родиной нашу страну, которой она дала двух французов, двух герцогов, двойную надежду для будущего. Каким же предстанет это будущее? Кто знает? Вдруг установят регенство, принцесса Елена фактически окажется королевой. Быть может, Виктор Гюго станет тогда премьер-министром? Но прежде всего нужно получить звание Пэра, стать приближенным старого короля. Через месяц после разразившейся драмы он отправился с визитом к герцогине Орлеанской, пожелав, как это ни странно, взять с собой Жюльетту, и та ждала его в кабриолете, пока он был во дворце. Жюльетта Друэ Виктору Гюго, 20 августа 1842 года По каждому поводу меня охватывает страх и стало быть отчаяние. Вот этот визит к герцогине Орлеанской, когда ты так мило возил меня с собой, он стал для меня пыткой из-за времени обстоятельства твоего визита. Я в простом домашнем платье, и эта женщина, красавица, которую постигло великое горе, что должно еще увеличивать для себя ее очарование. Признаюсь, как немужественна моя любовь, как невелико мое доверие к тебе, я неспокойна, раз мне приходится бороться, и бороться безоружной. Опасения были напрасны. Августейшая вдова, облаченная в глубокий траур, думала лишь о своей утрате и о своих сыновьях. Но она продолжала принимать поэта и обсуждать с ним неясное будущее. О гладиаторах в литературе Гюго гениален. Гений — это нечто великое, но несовершенное. Жюль Ренар Когда в 1840 году Гюго опубликовал «Лучи и тени», сборник стихотворений в духе внутренних голосов, то первым побуждением Сент-Бёва было нанести смертельный удар ненавистному противнику. Уже давно его приводило в ярость молодое поколение аллилуйщиков, фанатических поклонников Виктора Гюго, которые нападали на Бюллоза, на Ревю де де Монт, даже на самого Сент-Бёва, и на любого, кто не воскурял безудержно фимиам их вождю. Сам Гюго оставался в тени. Его серьезный вид напоминал Сент-Бёву римских патрициев смутных времен, содержавших в горах шайки разбойников, с которыми они якобы не знались, во главе которых их никогда никто не видел. Публично Виктор Гюго не поощрял своих литературных гладиаторов, но, быть может, оттачивал перо дерзких своих оруженосцев и был повинен в их злодеянии в такой же степени, как некий английский король, неосторожно обмолвившийся словами, которые заставили четырех тридворных головорезов, броситься с кинжалом на Томаса Беккета. Нет, Сент-Бёв не мог простить своему другу ни его мощи, ни его торжествующего творческого размаха. Сент-Бёв знал, вернее, полагал, что он умнее Виктора Гюго. Он обладал более тонким художественным вкусом, но ему нерадостно было все понимать, обо всем судить и ни во что не верить. Я слишком хорошо знаю, что лишь он какого бы то ни было величия, что я не способен ни любить, ни верить, только тем и утешаюсь, что быстро все понимаю. Его неотвязно преследовал ненавистный ему образ Гюго. Это человек, у которого все искусственно, рассчитано, все обдумано, вплоть до его «здравствуйте». И так он себя вел с пятнадцатилетнего возраста. Долгое время я в этом сомневался, но когда хорошенько узнал его, то убедился, что был прав. Его неуклюжие уловки мне все больше и больше бросаются в глаза. Или еще. В своей жизни я часто сталкивался с грубостью, шарлатанством сильных, но неделикатных людей, подобных Гюго и другим калифам на час. Вот почему я проникся отвращением к этим грубым натурам, напускающим на себя величественный вид. Наиболее тяжкая вина Адели и Гюго состояла в том, что она подливала масло в огонь. «Гюго — это циклоп», — говорил Сэндвёв. «У него лишь один глаз». «Верно, верно», — поддакивала Адель. «Он видит лишь самого себя». «Я часто утверждал и утверждаю, что он груб и наивен. Я повторяю это вслед за человеком, который знает его еще лучше, чем я». Этим человеком была Адель. От увлечения ею Сэндвёв, невзирая ни на что, не мог отделаться. Он включил в сборник книга любви стихотворения, посвященные ей, и опубликовал их анонимно. «В любви для меня самым большим и настоящим успехом была она, моя Адель. Я похож на тех генералов, которые всю жизнь живут одной выдающейся победой, хотя они обязаны ей в большей степени своей счастливой звезде, чем личным заслугам. С того времени я переношу удар за ударом, поражение за поражением. У меня нет сил участвовать в битвах. Я больше не воюю и довольствуюсь тем, что скромно провожу маневры в своих краях. Впрочем, все идет хорошо. Я вновь нашел мою Адель, ее сердце, и не желаю больше любить никого, кроме нее. Декабрь 1840 года. И Сент-Белл без конца рассуждает о ней. Когда Гортензия, Аллах, прочла стихи «Оставьте меня, все исчезло», она написала мне «Подобные стихи и признания заставят любую женщину вернуться хоть с края света. Адель еще постучится к вам в дверь. Вы вновь встретитесь с ней, и все будет хорошо. Вы должны простить ее. Я постоянно думаю об этом и верю, что так оно и будет. Надо все прощать натурам, которым свойственны благородные порывы страсти, ибо они понимают лишь это, и, подходя к ним с этой стороны, можно владеть ими безраздельно. «Остальное в счет не идет». Я ответил на это письмо. «То, что вы говорите, верно. Вот почему я ей простил, но не больше. Поймите, что немного ума, немного тонкости, некоторые доли чувственности не вредят возвышенной великой страсти, и при редких встречах подобного рода свойства уместны, а их-то и не доставала моей очаровательной и жестокой даме». Итак, он решил обрушиться на новый сборник «Циклопа». И в июне 1840 года написал яростную статью о гладиаторах в литературе. Первые стихотворения господина Виктора Гюго отличались яркостью, нежностью и даже большим очарованием, чем стихи, написанные им позднее, где возникли странные, чужеродные интонации и вычурность. Я сошлюсь на стихотворение о юном гиганте, в котором как бы сосредоточились все странности, проявившиеся затем еще более угрожающей и серьезной форме в романе «Ган Исландец». Вычурность, характерная для юного гиганта, искупалась обворожительными красотами стиха, и часто случалось, что они не говорили или ее принимали как забаву, как затянувшуюся игру цветущего детства. К моменту появления восточных мотивов поэзия Виктора Гюго, даже если судить о ней с разных точек зрения, могла представить перед нашим взором галереи образов, один ярче и изящнее другого. Были там стихи о первой любви, которые писались раньше, была там облистающая красотой Перри, которой с каждым днем все хорошело. Фантастическая мечта поэта поразила тогда и образ Зары Купальщицы. Именно там, я не буду развивать эту тему, очень много прекрасных образов, характеризующих красочную, живую манеру поэта. Но в этом поэтическом царстве разрастались и черты, свойственные стихотворению «Юный гигант». Жан-Поль в своем титане утверждал, в человеке живет грубый и слепой циклоп, который во время душевных бурь возвышает голос и яростно стремится все изничтожить. Страшный и дикый дух злобно вопит в нас, противоборствует доброму гению, который говорит более спокойно и дает нам более разумные советы. В то время среди поэтических муж в творении Гюго обитал именно этот юный циклоп. Но сначала в его пещере веял свежий воздух, по утрам вокруг нее резвились тысячи фей и нимф, журчали ручейки, шумели водопады, и даже когда из пещеры выходил пастух Полифем и взбирался на скалу, это был юный Полифем, влюбленный в Галатею, мелодично игравший на флейте и достойный того, чтобы какой-нибудь Феокрит собрал его песни. «Эт эра тум дигнус амари» и тогда был достоин любви. Латынь, примечание редакции. Было время, когда цивница Полифема наигрывала нежные пленительные мелодии. Казалось, что во владениях обновленной и плодотворной музы циклоп погиб и возобладали добрые гении. Это была пора осенних листьев. Удивительная душевность, трогательные интонации убеждали нас в том, что из поэзии Гюгона всегда исчезли странные влечения и дикие чудовища. Обманчивая видимость. Великан Циклоп вовсе не погиб. Он был лишь объят сном. Конечно, Перри и блистательные феи продолжали свою жизнь. Но целая стая волшебных созданий и даже спутницы лирического шествия исчезли. А великан, стремивший сопроникнуть в среду фантастических существ, добрался до них и все чаще прикасался к ним. Становясь более взрослым, циклоп преследовал их с большей дерзостью, большей навязчивостью, вел себя более вызывающе. Он уже не был безумным юнтом, флавентом прима ланугине малос. И его щеки остенил первый пушок латынь при печании редакции. Если он не пожрал своих сестер, то порой обращался с ними грубо. Песни сумерек, внутренние голоса и даже последний сборник лучи и теми могут тут служить не очень приятными для поэта доказательствами. Пока поэт был молод, ошибки его вкуса и его грубости могли быть восприняты как оплошности юного таланта, несколько злоупотребляющего грубой силой и яркими тонами. Но теперь, когда талант этот сформировался, а человек стал взрослым, в его поэзии возникает все больше причудливых образов. Прощай, благодатная пора созревания. Каждому поэту свойственны недостатки. По мере поэтического развития эти недостатки даже возрастают. Ламартин без конца обращается к водопадам, и часто его лирическая поэзия теряется в сверкающей водяной пыли, словно в брызгах водопада в штабах. В стихах господина Гюго постоянно слышны удары молота, вулкана или скандинавского кузнеца Велланда, и многие из его самых великолепных стихов кажутся только что снятыми с наковальни. Грохот усиливается, удар молота все слышнее и слышнее, даже под сенью цветущих рощ. Для того, чтобы завершить характеристику господина Гюго теперь, когда мы читаем его новый сборник, скажу, что тут оказываешься в положении человека, совершающего прогулку по роскошному восточному саду, по которому его ведет светлый гений. Но некий уродливый карлик заставляет дорого платить за это удовольствие и на каждом шагу бьет его палкой по ногам. А гений при всем своем могуществе как будто и не замечает, что вытворяет этот карлик. Вы избиты и восхищены, вы ослеплены и сломлены. Карлик, разумеется, это все тот же циклоп. О, если бы в один прекрасный день критика смогла вырвать у циклопа, то есть у того же карлика единственный его глаз, которым он видит лишь самого себя. Пусть он считает критику столь же коварной, как Одиссей, она оказала бы великую услугу другим божествам, которыми изобилует поэзия господина Гюго, и, может быть, тогда они вновь широко расправили бы свои крылья. Статья эта не была опубликована, но Сент-Берф намекал на нее несколько раз. Я не подвергал анализу сборники его стихов, выходившие после 1835 года, а если мне и приходилось набросать кое-что для себя, я эти заметки не печатал. Быть может, тут сказалось влияние Адели, ведь если она не прочь была тайком покритиковать мужа, она не любила, чтобы кто-либо открыто нападал на него, как на поэта, чья слава возвеличивала и ее. Авторская рукопись гладиатора в литературе хранится в Шантилье, среди мемуаров, оставшихся после смерти Сент-Берфа. В начале первой страницы можно прочесть, несмотря на то, что фраза зачеркнута, «Сжечь после моей смерти, я это требую», и тут же внизу, «После моей смерти напечатать». Сент-Берф. Вилькье. Тот, кто любил, постиг это чувство. Оно неведомо человеку, не испытавшему любви. Я сочувствую ему, но не понимаю его. Ла Кордер. Январь 1843 года Жюльетта беспокоилась, видев, что ее дорогой дружок очень мрачен. Его милое лицо, казалось, совсем потускнело. Скрывал ли он от нее какие-нибудь заботы или горе? Тем не менее, наступивший год вселял добрые надежды. После пятилетнего перерыва Гюго готовился к постановке своей новой драмы «Бургграфы». Дочь его была помолвлена Шарлем Вакери, молодым человеком, которого в семье Гюго очень любили. Свадьба была назначена на февраль. В марте на сцене французской комедии должны были играть бургграфов. Летом Жюльетте и Виктору предстояло путешествие по Испании. Замечательные планы, не правда ли? Однако Виктор Гюго как будто не мог освободиться от наваждения призраков. Он любит братьев Вакери, ставших близкими ему, а они обожали Гюго. Шарль и Огюст Вакери родились один в Нанте в 1816 году, другой в Вилькье в 1819 году. То была старая семья лоцманов и рыбаков на сене. Их отец, Шарль и Сидор Вакери, став судовладельцем в Гавре, нажил состояние и построил для своей семьи в Вилькье на берегу реки большой белый дом. Наследовать отцу должен был старший сын, Шарль. Младший, Огюст, за время пребывания в Руанском коллеже, жадно читал сочинения с Хилла, Шекспира, Гюго. А в школьных занятиях добился таких успехов, что был приглашен директором Парижского лицея Карла Великого пройти там курс бесплатно. Ведь таким учеником можно было щегольнуть на любых экзаменах. Лицеист Вакери, восторженный юноша, неистовый романтик, должен был со своими товарищами поставить в 1836 году спектакль в лицее. Они избрали для этого Эрнане и направились к автору и спросить его разрешение. Гюго не только дал согласие, но и присутствовал на представлении. Некоторое время спустя, когда происходил судебный процесс по поводу Мадьон-де-Лорм, Гюго увидел в зале суда молодого Вакери. Торжествующий поэт подошел ко мне, и я прикоснулся к его руке, словно в веснице короля. Вслед за тем молодой нормандец и его друг Поль Мерис стали своими людьми в доме Гюго на Королевской площади. Им было поручено формировать батальоны для сражений за успех Рюи Блаза. Когда молодой Огюш заболел, Адель Гюго ухаживала за ним, и юноша сохранил упоительные воспоминания об очаровательной женщине, склонявшейся у его изголовья. В 1838 году, в то время как Виктор Гюго путешествовал по Рейну, Адель с детьми была приглашена в Гавр к старшей сестре Огюста, супруге Николале Февра, основателе нового Гранвиля. Четыре отпрыска Гюго никогда не видели моря. Из Гавра вся семья направилась в Вильке. Там они прожили до начала октября. Огюста Кири госпожа Гюго 9 октября 1838 года Дорогая госпожа Гюго, с тех пор, как вы уехали, дом опустел и стал ужасно унылым. Мы скучаем без вас и без ваших милых детей. Теперь у нас тишина, такая печальная по сравнению с былым оживлением. Хочется поскорее написать вам. После вашего отъезда потянулись долгие и тоскливые дни, ведь мой брат и в особенности я все время были с вами и так приятно было жить в вашем обществе. Мы без вас скучаем и никто не сможет вас заменить. Детям Гюго эти каникул очень понравились. В следующем году они уговорили отца поехать в Гавр и в Вилькье, откуда Олимпио направился в Страсбург, а его жена и дети остались у Вакирина все лето. Леопардин не исполнилось пятнадцать лет, Шарле Вакири двадцать два. Он был убежден, что судьба готовит ему блестящую будущность. Его отец нажил состояние на каботажном и дальнем плавании своих судов, но, несмотря на большую зажиточность, семья вела скромный образ жизни, за что ее очень уважали. Шарле первой Вакири, больной и уже пожилой человек, собирался уйти на покой. Шарлю второму, который должен был стать его преемником, Леопардина Гюго, простая, серьезная и умная девушка, казалась идеальной женой. И вот возникли планы соединить их узами брака. Намерение это госпожа Гюго одобрило. Огюст Вакири госпожа Гюго четверг 17 октября 1839 года. Наш дом опустел и оплакивает вас. Мы постоянно чувствуем, что в нем отсутствуют члены нашей семьи. В семье, с которой по воле Господней нас связывает узы кровного родства, люди всегда предпочитают ту семью, которую они сами себе выбирают, ту, которую избрало сердце. Вам уже давно известно, как я привязан к вам, «Я только теперь понял, насколько ваша дружба мне необходима и насколько мне необходимо бывать в вашем доме. Несмотря на то, что нас разделяет расстояние в 60 лье, я душою всегда с вами и постоянно думаю о вас». Три смерти, последовавшие одна за другой, опечалили дружную семью Вакири. В 1839 и 1840 годах госпожа Леофеор Вакири лишилась двух сыновей Шарля и Поля, а два года спустя умер ее муж. Здоровье ее отца Шарли Вакири резко ухудшилось. В этой мрачной обстановке молодые жених и невеста не осмеливались говорить о свадьбе. Тем не менее, Виктор Гюго благословил их союз. Поэты не могут давать своим дочерям богатые преданные. Они должны одарить их более ценными сокровищами тонкостью ума, добротой сердца и грациозностью. Наконец, 15 февраля 1843 года в интимном кругу состоялось бракосочетание. О нем не известили даже друзей Гюго. Жюльетта из Превичия не решилась присутствовать на церемонии, она не пошла и в церковь, но попросила Леопардину оставить ей на память какую-нибудь девичью безделушку, которая теперь не нужна невесте, раз она становится замужней дамой. Этот подарок она сочла бы символом того, что и впредь не порвется тесный союз двух существ, больше всех любивших Гюго, его дочери и его возлюбленной. Отец передал дочери эту трогательную просьбу. Леопардине уже давно была известна сложность отношений в их семье, и она исполнила просьбу Жюльетте, подарив ей не безделушку, а нечто лучшее, свой молитвенник. Виктор Гюго сочинил в самой церкви короткое стихотворение для юной невесты. «Кем так любима ты, люби того, прости, как ты была для нас, будь для него отрадой, тебе одну семью сменить другою надо, оставив нам тоску, все счастье унести. Удерживают здесь, там ждут тебя согласно. Жена и дочь свой долг двойной ты исполняй, нам, сожаление, надежду им подай. Уйди, пролив слезу, войди с улыбкой ясной». Виктор Виктор Гюго Гюго так и не было быть, но тем не менее Гюго страдал и чего-то боялся. Леопольдина должна была жить в Гавре, а в то время путешествия от Парижа до Гавра в дилижансе или на пароходе занимало два дня. Приходили письма, дышавшие счастьем. Леопольдина Вакири писала госпоже Гюго «Вот уже месяц, как я живу здесь, и мне так хорошо. Вокруг меня милые и ласковые люди. У меня есть все, что дает счастье, но иногда само это счастье внушает мне страх. Мне представляется, что такое блаженство не может длиться долго. Затем, поразмыслив, я начинаю понимать, что мне чего-то моей дорогой мамы». Жюльетта Друэ Виктору Гюго «Надеюсь, мой ангел, что теперь ты успокоился, и счастье обожаемой дочери отныне уже не будет вызывать у тебя волнение и слез». Репетиции драмы «Бургграфы» отвлекли его от странных предчустий. Он возлагал большие надежды на эту пьесу и стремился предать ей эпическое величие. Во время путешествия по Рейну, когда он бродил дни и ночи, осматривая развалины древних замков, поросшие терновником и деревьями, его воображению представляли с картины титанической борьбы бургграфов против императора, этих грозных рейнских баронов, гнездившихся в своих замках, властителей, которым служили на коленях их подданные, хищников с повадками орла и совы. На основе этих мотивов он и хотел написать замысел незавершенным, но все же в бургграфах Фоско, бургграф Иов, избавляется от своего брата Донато, будущего императора Фридриха Барбароссы, потому что они любят одну и ту же девушку, Дженевру. Бургграфа Иова гложет угрызение совести, потому что он когда-то швырнул в заброшенный склеп тело смертельно раненого Донато, и он ходит туда каждую ночь. Так Гюго от драмы к драме возвращается к своей неотступной мысли о заживо погребенном брате. Когда произведение искусства выстрадано автором, то это почти всегда придает ему красоту. Бургграфа творение чудовищное, предваряющее Вагнера, говорит Барер. Тут и высокомерный Бург, и четыре поколения рыцарей-разбойников, и борьба проведений против рока, причем драма не лишена эпического величия. Театр французской комедии принял ее с восторгом, но обстановка складывалась неблагоприятным. За несколько театральных сезонов молодая талантливая актриса Рошель возродила моду на классическую трагедию. Публике приелось то, что в обществе устаревает быстрее всего, новизна. Виктор Гюго, надеявшийся, что в театре произойдет такое же сражение, как и на премьере Эрнани, отправил своих новых организаторов победы в Экерии Эмериса к художнику Селестену Нантейлю, просить у него триста молодых людей, триста спартанцев, решившихся победить или умереть. Встряхнув своими длинными волосами, Нантейль ответил, «Господа, скажите вашему учителю, что молодежи теперь уже не существует». На самом же деле, тогда уже не было романтической молодежи. Премьера прошла спокойно, зал был полон друзей. Несмотря на то, что пьеса была написана превосходными стихами, ее нашли высокопарной и скучной. реплика глубокого старика Иова, обращенная к шестидесятилетнему Магнусу «Молчите, юноша!» вызвала в зале громкий смех. На втором представлении раздавали свистки. Пятые и дальнейшие спектакли вызвали в зрительном зале целую бурю. Жюльетта обвиняла насмешников в заговоре и признавала, что она готова обрушить на них свое негодование целым градом увесистых тумаков и пинков. Бюллов, являвшись в то время директором французской комедии, рассказывает, как однажды в два часа ночи Гюго, проходя с ним мимо Сюэлери, воскликнул. Если бы Наполеон находился еще там, бурграфы считались бы во Франции великим произведением, и император приходил бы к нам на репетиции. Но Наполеона первого уже не было, а людям, подобным бальзаковским Берато и Камюзо, составлявшим публику во времена Луи Филиппа, наскучили высокие чувства и красноречия. Весьма довольный Сен-Дюлф писал «Пьесу освистали». Но Гюго, не желая примириться с этим словом, говорил актерам, что публика помешала его пьесе. С тех пор злые языки среди актеров говорили «помешать» вместо «освистать». На десятом представлении сбор упал до 1666 франков, тогда как Рошель, игравшая в трагедии Хроссина, каждый вечер делала сбор в 5500 франков. Семнадцатого марта над Парижем пролетела комета и в Шаривари появилось следующее четверостишее. Взглянув на небеса в лорнет, сказал Гюго, святая простота, «О, Господи, есть хвост у всех комет, а на бурграфов нет хвоста». Провал пьесы, хотя и незаслуженной, становился все более очевидным. Какова трилогия бурграфов? Тройная скука, писал Генрих Гейни, деревянные фигуры, унылая кукольная комедия, холодная страсть. В апреле Париж устроил авацию на представление Лукреции Пансара, потому что этот провинциальный неоклассик выступил как антипод Гюго. Бальзак негодовал. Я смотрел Лукрецию. Какая мистификация преподнесена парижанам, нет ничего более ребяческого, более ничтожного. Это самая примитивная школьная трагедия. Через пять лет все забудут Пансара. Поистине бог сурово покарал Гюго за его глупые пьесы, послав ему в соперники Пансара. Внешне Гюго оказался спокойным, но такая ненависть расплата за прежние успехи потрясла его. После 33-го представления бурграфы были сняты с репертуара и Гюго прекратил писать для сцены. День 7 марта 1843 года стал ватерлоо романтической драмы. Несмотря на возражения госпожи Гюго, Жюльетта Друэ следующим летом воспользовалась своим ежегодным маленьким счастьем. В том году они с Гюго предприняли путешествие по юго-западу Франции, по Испании, которое должно было возродить в памяти поэта детские годы и отвлечь его от той глубокой тоски, в которую он был погружен в Париже начиная с февраля месяца. Леопольдина, находившаяся на третьем личности, все время беспричинно волновалась и настаивала на том, чтобы ее отец никуда не уезжал. Во вторник 9 июля он приехал в Нормандию, чтобы попрощаться с дочерью, а потом он написал ей «Если бы ты знал, дорогая моя, каким ребенком я становлюсь, когда думаю о тебе. На глазах у меня слезы, мне хочется всегда быть с тобой. День, проведенный в Гавре, был для меня светлым лучом, я никогда его не забуду». Тем не менее, путешествие увлекло его воображением. Байонна оставалась в его памяти как необычайно привлекательный уголок земли. И там жила та, что оставила в его сердце наиболее ранний след. Но он не мог узнать дома, где, когда-то сквозь кружевную косынку, он созерцал сверкающую белизной грудь. Что стало с юной пепитой? Вышла ли она замуж, вдова ли она, быть может, умерла, быть может, он встретит ее, но не узнает. Дымка в небе безбрежном. Однако первая же телега, которую тянули испанские быки, и отчаянный виск ее колес, внезапно вызвали в нем прилив счастья. Вдруг возродились дорогие воспоминания детства. Мне показалось, что между прошлым и настоящим не было никакого промежутка. Это было вчера, о счастливое время, сладостные лучезарные годы, когда я был ребенком, когда не отягощал меня жизненный опыт, когда возле меня была любимая мать. Испугавшись скрипа огромных колес, путешественники окружавшие меня затыкали себе уши, я же был преисполнен восторгом. Ирун разочаровал его, теперь город походил на Ботиньоль. Где же прошлое? Куда исчез дух поэзии? Фонторабия оставила в нем светлые воспоминания. На фоне голубого залива когда-то предстало перед его глазами селение с золотыми крышами и остроконечной колокольней. Теперь же на плато он обнаружил просто-напросто хорошенький маленький городок. Ландшафты, как и он сам, несколько потускнели. Но, как и в былые годы, Испания поразила его воображение своей дикой природой, гибкими и стройными женщинами, яркостью речи. Это страна поэтов и контрабандистов. В Пасахесе, в селении, расположенном близ Сан-Себастьяна, в провинции Гипускуа, он обнаружил замечательный чарующий уголок. Высокие дома, окрашенные в белый ярко-желтый цвет, на балконах развивающиеся яркие полотничи красной, желтой, голубой материи, на берегу залива черноокие красавицы-лодочницы с великолепными волосами. Он доехал до Пантелуны. Затем возвратился через Пиренеи по маршруту Ош-Ажен-Перегор-Ангулем. На острове Олерон 8 сентября Жильетта была поражена скорбным видом Виктора Гюго. Остров являл собой печальное зрелище ни одного паруса, ни одной птицы. На горизонте появилась огромная круглая луна, которая сквозь густой туман казалась красноватым, лишенным позолотой отблеском луны. Тоска леденила мою душу. В тот вечер все было каким-то мрачным, зловещим. Сам остров казался мне огромным гробом, лежавшим на море, а эта луна светильником, озарявшим его. На следующий день, покинув остров, они отправились в Рошфор. Гюго хотел заехать в Гавр, повидать молодых вакири. Адель и трое ее детей находились по соседству в Гран-Вилле. Она жила там на даче, которую снял для нее зять. Вскоре в Гран-Вилле должна была собраться вся семья. При одной этой мысли Гюго обрел бодрость духа. В деревне Субис Жюльетта предложила зайти в кафе, выпить бутылку пива и просмотреть газеты, которые они не читали уже несколько дней. Дневник Жюльетты Друэ 9 сентября 1843 года. На площади мы увидели вывеску, на которой большими буквами было начертано «Кафе Европа». Мы вошли туда. В этот час дня никого не было. Лишь один молодой человек за первым столом по правой стороне сидел напротив кассирши, читал газету и курил. Мы устроились в глубине зала, в винтовой лестнице, перила которой были обтянуты красным калинкором. Официант принес бутылку пива и удалился. На соседнем столе лежало несколько газет. То-то наугад взял одну из них, а я взяла шаривари. Не успела я прочитать заголовок, как мой бедный друг внезапно склонился ко мне и с давленным голосом простонал, показывая мне газету, какой ужас! Я взглянул на него. До конца дней моих мне не забыть несказанного отчаяния, которое отразилось на его благородном лице. Только что я видела его веселым и счастливым, и в одно мгновение он преобразился, сраженный несчастьем. Губы у него побелели, красивые глаза не видели ничего, лицо и волосы стали влажными от слез. Он схватился рукой за сердце, словно боялся, что она вырвется из груди. Я взяла эту страшную газету и прочла. В газете «Съехль» сообщалось об ужасном происшествии, случившемся в Вилькье в понедельник 4 сентября. Накануне Леопардина и ее муж приехали из Гавра в Вилькье, чтобы провести там воскресный день. В Вилькье они встретили своего дядю Пьера Вакири, бывшего капитана судна, и его сына Артюса, мальчика 11 лет. В воскресенье днем к набережной печалила яхта, которую Шарль велел пригнать из Гавра. Такая фантазия пришла его дяде. Яхта была построена на морской верфи по его собственному проекту. Шарль участвовал на этой яхте в регате, происходившей в Гонцлере, и взял первый приз. Яхта была оснащена двумя большими парусами и благодаря им развивала под ветром большую скорость, но корпус у нее был слишком легкий для обычного плавания в устье сены. Пьер Вакири решил испытать это суденышко на другой день утром, совершив на нем прогулку до Кадебека к нотариусу, который ждал его. На другой день утром погода была прекрасная. Немалейшего ветерка, вода, как зеркало, легкая утренняя дымка. Накануне условили, что Леоподина поедет вместе с мужем, дядей и двоюродным братом. Но ее сверху стревожило, что яхта очень уж легкая, и отговорилась на ход прогулки. Оба мужчины и мальчик отправились без нее и тотчас же возвратились. Лодка плясала на воде, и они для баланса положили в нее два больших плоских камня. На этот раз Леоподина соблазнилась, попросила подождать ее, и, быстро переодевшись в платье из красного клетчатого муслина, села в яхту. До Кадебека доплыли очень быстро, без всяких злоключений. Нотариуса Базира надо было привезти в Вилькье к завтраку. Он пожелал ехать в экипаже. Прогулка на неустойчивой яхте ему совсем не улыбалась. Для его успокоения Шарли Пьер увеличили балласт глыбами песчаника, сложенными на набережной Кадебека. Нотариус, скрипя сердце, сел в яхту, но, так как она плясала все сильнее, попросил, чтобы его высадили на берег у часовни Бар-Ива, заявив, что пойдет пешком. Поплыли дальше. Ветер надувал паруса. Спустя несколько минут внезапно налетевший шквал опрокинул яхту набок. Камни, положенные для того, чтобы придать ей устойчивость, покатились, усилив ее крен, и вещи, и разбушевавшиеся стихии коварно обрушились на людей. Счастливо начавшаяся прогулка завершилась трагически. Из пассажиров лишь шар и вакири превосходный пловец еще бился в волнах вокруг перевернувшейся яхты, пытаясь спасти свою жену. Она цеплялась за борт судно. Он напрасно тратил свои силы. Поняв тщетность своих попыток, он, ни на одно мгновение не оставлявший ее, решил утонуть вместе с ней. Огюст вакири поздно ночью сообщил о катастрофе госпоже Гюго. Он заставил ее уехать в Париж во вторник с тремя оставшимися детьми, чтобы она не находилась в Вилькье на ужасном обряде похорон. Романтической гибели молодых супругов соответствовала и романтичность погребения. Их положили в один гроб, из дома вынесли на плечах провожавших и похоронили на маленьком кладбище подле часовни. Виктор Гюго Луизи Бертен Сомюр 10 сентября 1843 года Мне трудно передать, как я любил мою бедную девочку. Вы помните, какая она была очаровательная. Это была самая милая, самая прелестная женщина. Всемогущий Боже, чем я перед тобой провинился? Так как Гюго привык всегда подводить итоги, шла ли речь о тайнах вселенной или о мелких расходах, он задавал себе вопрос, не мстит ли Всевышний любовнику, который отошел от своей семьи? Вот почему он некоторое время с отвращением относился к Жюльете Друэ и льнул к своей жене. Из рокового кафе Европа в Субизе он писал ей, не плачь, моя дорогая супруга, смиримся с судьбой, то был ангел, вручим ее Богу, Увы, она была слишком счастлива. О, как я страдаю! Вместе с тобой и с нашими горячо любимыми бедными детьми я плачу горькими слезами. Дорогая Деде, Будь мужественной, крепитесь все вы, я скоро приеду. Мы будем горевать вместе, любимые мои. До свидания, до скорой встречи, моя дорогая Адель. Пусть этот страшный удар, по крайней мере, сблизит наши любящие сердца. По пути в Париж в Дилижансе он набросал в своем блокноте несколько отрывочных строк. Мне казалось, я гордый мыслитель, поэт, но в несчастье, увы, я простой человек. Любовалась ты сеной, прекрасной и тихой рекой, и никто не сказал, здесь найдешь ты навеки покой. Тем временем Адель Гюго, желая сохранить в памяти обстановку готического дома на улице Даля-Шоссе в Гаври, в котором Дедина и Шарль прожили семь месяцев, отправила туда своего друга, художника Луи Буланже. Огюс Вакири госпоже Гюго 19 октября 1843 года Чтобы вы не тревожились, отвечаю вам сразу же. Буланже сделал зарисовку их спальни. Удивительное сходство, и даже те, кто в ней не был, узнали бы ее. И так это сделано. Я привезу вам картину, когда поеду в Париж. Встречу с вами в воскресенье. Эту неделю буду занят окончательным подсчетом ваших расходов. Все очень просто. Что касается садовника, который возвратился и требует 104 франка неизвестно за что, то я его выгнал. Мне хотелось бы узнать, не захватили ли вы вместе с чемоданами черный сундук, который вам одолжила моя сестра. Кажется, это единственная вещь, которую она требует. Адель была мужественной и верующей женщиной. «Моя душа», писала она 4 ноября 1843 года Виктору Пави, «улетела, если можно так сказать, покинула меня, чтобы соединиться с ее душой». Дом на Королевской площади долгое время был погружен в траур. Целыми днями мать держала в своих руках косоутонувшие дочери. Гюго сидел молча, на коленях у него была маленькая Деде. Старик Фуше сразу постарел лет на 20. На стенах и на столах можно было увидеть портреты погибшей четы. На сумке была вышита надпись «Платье, в котором погибла моя дочь». Священная реликвия. Виктор Пави советовал Сент-Бео помириться с семейством Гюго и ставить близким другом, памятой об этой страшной драме. Но тот отказался. После фатального 1837 года ему уже трижды сделали такого рода предложение, трижды он мирился, а за примирением, говорил он, следовали новые оскорбления и разрыв. Даже после этого ужасного несчастья я смог бы вернуться только в том случае, если бы она сама ясно сказала, что хочет этого. Ее слова явились бы для меня повелением. Она этого не сделала, теперь уж все кончено и навсегда. Страшно подумать, но это так. Зато Альфред де Виньи писал, перед таким несчастьем любые слова кажутся ничтожными или жестокими. Смерть дочери нанесла страшный удар Виктору Гюго, он не мог прийти в себя. В декабре Бальзак, всецело занятый своей кандидатурой члены академии, посетил Гюго и, возвратившись домой, написал госпоже Ганской. Ах, мой дорогой друг, Виктор Гюго постарел на целых десять лет. Говорят, он воспринял смерть своей дочери как наказание за то, что прижил с Жюльетой четверых детей. Кстати, сказать, он всецело поддерживает меня и обещал отдать свой голос за мое избрание. Он ненавидит Сент-Бева и Виньи. Вот, дорогая моя, поучительный урок для нас, эти браки по любви в восемнадцать лет. Тут Виктор Гюго и его жена наглядный пример. Как видно, пересуды не щадят даже тяжкую людскую скорбь. Жюльетта умоляла Гюго хоть немного рассеяться, отвлечься от своего горя. Он еще не способен был работать и попросил ее привести в порядок его записки о последних днях путешествий в Пиренеях, для того, чтобы завершить работу над книгой, которая была начата со светлых воспоминаний и закончена в час нежданного несчастья. Часто он ездил в Вилькье на могилу дочери, где были посажены кусты роз, бродил по берегу, искал страшное место, поглощенное мучительным отчаянием. Воспоминания Ужасен вид холмов В течение ряда лет он писал в день четвертого сентября изумительные по своей трагической простоте стихи. 1844 Ей десять минуло, мне тридцать. Я заменял ей мир в те дни. Как свежий запах трав струится там под деревьями в тени. О, ангел мой чистый сердечный, ты весела была в тот день, и это все прошло навечно, как ветер, как ночная тень. Виктор Гюго стой, стой, весна, заря, о память в тонком луче печали и тепла, когда она была ребенком, сестричка шкрошкую была. На том холме, что с монлиньоном соединился лез с собой, террасу, знаете ли, с наклоном меж всем небесной и лесной. Мы жили там, побудь с мечтами, о сердце, в милом нам былом. Я слышал, как она утрами играла тихо под окном. Виктор Гюго собрание сочинений том двенадцатый весна заря созерцание перевод Куршевой примечание редакции 1847 едва займется день я с утренней зоею к тебе направлю путь ты знаю ждешь меня пойду через холмы пойду лесной тропою в разлуке горестной мне не прожить и дня ни разу не взгляну на запад золотистый на паруса вдали на пенистый прибой и наконец дойду и ветви астралиста и вереск положу на холм могильный твой Виктор Гюго собрание сочинений том двенадцатый едва займется день созерцание перевод Корсуна примечание редакции к его глубокой скорби постоянно примешивались угрызения совести из-за того что в трагический момент он находился вдалеке от своей семьи путешествуя с любовницей фавн осуждал себя у него была беспокойная душа фривольности и фрески сегодня в сумерке проводите меня в парк королевы Виктор Гюго вся лира чувственность это состояние неистовости естественно что человек в крайнем смятении души ищет забвения в сильных и разнообразных ощущениях Виктор Гюго в 1843 году погруженный в глубокую печаль должен был дать волю своим страстям Жюльетта нет Жюльетта его уже больше не удовлетворяла в течение десяти лет которые бедняжка провела в затворничестве красота ее поблекла после 30 лет ее волосы посидели она лишь сохранила чудные глаза облик тонкий и благородный но уже не являлась воплощением неописуемой прелести уже не была той блистательной красавицей в кружевах и бриллиантах какой он знал Жюльетту при ее выступлении в роли принцессы на грани порой ему было скучно с нею она была умна очень остроумна и все же ему не о чем было с ней говорить она ни с кем не встречалась ничего не видела лишь один месяц в году во время их совместного путешествия этот образ жизни нарушался ее бесчисленные письма представляли собой длинные причитания смесь восхвалений и жалоб словно некий отшельник забравшись на каменный столб и обратив взор к небу без конца бормотал один и тот же псалом говорит Луи Гембо люди восторгались тем что он безостановочно выражает свое обожание однако он казался им несколько ограниченным существом и им было непонятно как это Богу не наскучит такое монотонное молитвословие дочитал ли теперь Гюго ее письма иногда Жюлета сомневалась в этом я ни к чему не пригодна и где уж мне сделать себя счастливым вот уже два с половиной года ты как будто и не замечаешь что я живу на свете лишь для того чтобы любить тебя и быть тобой любимой ты сделал для меня все что может сделать самая благородная и великодушная преданность но это еще не значит любить это означает быть верным и хорошим другом не подчеркивая своего благородства я не строю себе никаких иллюзий и к тому же я люблю тебя так сильно что стала проницательной я хорошо вижу что уже более двух лет ты перестал меня любить хотя разговариваешь и обращаешься со мной так словно твоя любовь еще не угасла но это лишь доказывает что ты хорошо воспитанный человек вот и все для любящего сердца бурные сцены более красноречивы и убедительны нежели сдержанная галантность речи звонкая пощечина иногда больше говорит о страсти и нежности чем равнодушный поцелуй в уста или в лоб за последние два года я убедилась в этом на своем горьком опыте увы она была права Виктор Гюго ценил ее безграничную жертвенность и превосходно понимал чем он обязан ей за это служение но в лечении исчезло он оставался холоден к ней он пользовался всяким поводом чтобы не нарушать ее целомудрие к чему она совсем не стремилась она имела право проводить с ним лишь три больших праздника 1 января 17 февраля воспоминания об их первой ночи 19 мая день святой Юлии уже уже 1844 году он забыл навестить ее 19 мая когда скромный семенивший мелкими шажками господин Фуше заболел Виктор ответил на жалобы покинутой Жюльетты что он ухаживал за своим тестем ибо он всем обязан этому замечательному старику истинно заключалось в том что как это хорошо понимала Жюльетта другие женщины привлекали теперь ее любовника было много актрис или просто молодых обожательниц которые поднимались по потайной лестнице дома на королевской площади Жюльетта Виктору Юго 17 января 1843 года я уверена что тебе любопытно и приятно поближе познакомиться с женщинами которые увлечены тобой и потворствуют твоему тщеславию мужчины и поэта я не хочу тебе в этом мешать но я знаю что при первой же твоей измене я умру вот и все что я хотела тебе сказать в начале 1843 года его дамой сердца стала молодая блондинка с томным взглядом она часто опускала глаза своей долу с видом пугливой голубки намелькавшая на ее лице лукавая улыбка разрушала это впечатление она именовалась Леони Доне происходила из небогатой но старинной дворянской семьи получила воспитание подобающее светской барышне а в 18 летнем возрасте убежала из дому и стала жить с художником Франсуа Гюстон Биаром в его мастерской на Вандомской площади Биар был посредственным довольно примитивным художником достигшим успеха лишь потому что король Луи Филипп желал приобрести для галереи Версальского дворца помпезные махины исторические картины огромных размеров как раз такие произведения О'Дюст Биар мог молевать целыми сериями он побывал в Норвегии и Лапландии это создало ему романтический ореол быть может и соблазнивший Леони Доне в 1839 году она совершила с ним путешествие на Шпицберген проявив тогда и мужество и находчивость на обратном пути они остановились в замке Манхоем для того чтобы в соответствующей обстановке перечитать гана исламца Виктора Гюго В 1840 году художник женился на своей подруге так как она была уже беременной на шестом месяце они купили на берегу сены возле Самуа дом сад парк пруд лодку и стали с 1842 года принимать у себя художников после возвращения из дальнего севера госпожа Биар вошла в моду как первая француженка побывавшая на Шпицбергене и ее альбом был заполнен стихами подписанными тогдашними знаменитостями поэтов ее дом приводила госпожа Гомлен старая дама 67 лет одна из знаменитых щеголев времен директории она была креолкой как и Жозефина Богорне отличалась остроумием и утонченностью дружила с Шутабрианом и Виктором Гюго как мадемуазель Жорж и многие другие она была кратковременной фавориткой Наполеона и он оставался ее божеством Гюго так хорошо отзывавшийся о Наполеоне пленил этим нераскаившуюся бонапартистку а кроме того он любил слушать ее воспоминания о пяти исчезнувших режимах монархии директории консульстве империи реставрации госпожа гомлен снимала каждое лето охотничий домик эрмитаж де ла мадлен близ плоттери поместье биаров молодая женщина и старуха подружились многие престарелые вдовы в прошлом когда-то красивые и легкомысленные грешат старости сводничеством фортюне гомлен представила поэта супруги художника они понравились друг другу стали встречаться но в 1843 году постановка бурграфов путешествия по перенеям и затем смерть леопольдины спасли жюльетту от измены возлюбленного в 1844 году Гюго охваченный скорбью прилагал все усилия чтобы избавиться от мучительной тоски он хотел забыться в работе усердно трудился в комиссиях академии бывал во дворце и конечно предавался новым увлечением госпожа Биар была несчастна в своей семейной жизни художник дурно обращался с ней жалость к женщине обостряла у Гюго влечение к ней два отчаявшихся существа нашли друг друга теперь у Гюго появилась новая спутница для ночных прогулок Гюго показывал ей свой Париж от собора парижской богоматери до улицы Гринель писал стихи воспевая в них уже не Жюльетту а нового ангела тот вечер первых дней апреля и ты и я в своих сердцах запечатлели любовь моя мы шли с тобой по столице порою той когда на город ночь ложится а с ней покой в старинном глухом квартале навстречу нам две призрачные башни встали над Нотр-Дам хотя над сеной облаками клубилась мгла сверкали волны под мостами как зеркала сказала ты люблю и страстью в своей горда и ярко озарива счастье меня тогда часы блаженные летели любовь моя ты помнишь эту ночь в апреле как помню я двадцать пятого июня 1844 года ты помнишь ли тот день счастливый день воскресный июнь девятое в окне узор чудесный по белой кисее струился словно дым тебя он называл сокровищем своим он обнимал тебя о миг блаженства где ты стучали в лад сердца единством дум согреты и лучезарный день смеялся в лад сердцам и даже небеса завидовали вам друг другого без слов душою понимали порой твои глаза таинственно сверкали стыдливостью любовь читал он в них тогда так тучи и лазурь плывут в очах пруда лицо твое то вдруг пылало то бледнело и в тонном забысьи легонько то и дело о счастье милое о сладостность мечты босою ножкою его касалось ты Виктор гюгон все струны лиры перевод ваксмахера примечание редакции а 30 сентября 1844 года был написан знаменитый мадригал сударня вы грация сама вас все пленительно игривость взора покрой чипца и прелесть разговора и стана гибкость и игра ума подстать церцее и подстать армиде власть дивная волшебных ваших чар в грудь робкому вольет отваги жар а дерзкого смешном представит виде когда на небесах в полночный час я вижу звезды сердце грезит вами в треть бела дня мне в душу льется пламя далеких звезд когда я вижу вас Виктор Юго последний сноб перевод ваксмахера примечание редакции право как-то тяжело читать о тех же чувствах выраженных поэтом теми же словами но уже посвященными другой женщине опять леса и гнезда являются сообщниками свиданий а босая очаровательная ножка служит объектом любовных излияний снова женщина предстает в образе ангела Леони получала письма проникнутые любовной страстью ты ангел и я целую твои ножки целую твои слезы получил твое восхитительное письмо едва выбрал время написать себе несколько строк работаю день и ночь словно каторжник но моя душа полна тобой я тебя обожаю ты свет моих очей ты жизнь моего сердца я люблю тебя ты же видишь ни словами ни взглядами ни поцелуями не выразить мою безмерную любовь самая самая страстная нежная ласка не идет ни в какое сравнение с любовью к тебе которой полно мое сердце среда три часа утра твой поцелуй через вуаль который ты мне подарила на прощание подобен любви на расстоянии я полон нежных печальных и все же упоительных воспоминаний между нами препятствия но ведь мы чувствуем друг друга соприкасаемся друг с другом ты теперь не со мной но все-таки я обладаю того я вижу тебя ты устремляешь свой пленительный взгляд в мои глаза я разговариваю с тобой я спрашиваю ты любишь меня и слышу как ты отвечаешь мне взволнованно и тихо да это одновременно иллюзия и реальность ты на самом деле здесь моя любовь велела тебе здесь присутствовать моя любовь заставила бродить вокруг меня твой нежный очаровательный призрак и все же тебя не достает здесь я не могу подолгу обманывать себя только успеваю загореться желанием поцеловать тебя как милый призрак исчезает лишь во сне он приближается ко мне ну вот видишь как приятно думать о тебе но я предпочел бы чувствовать себя говорить с тобой держать тебя на коленях обнимать тебя сжигать тебя своими ласками чувствовать твое волнение видеть тебя раскрасневшийся затем бледный когда я тебя целую ощущать как ты трепещешь в моих объятиях это и есть жизнь жизнь полная цельная истинная это луч солнца это луч рая увы подобного же рода письма он посылал и Жюльеси ведь мужчина никогда полностью не меняется роль возлюбленной всегда одна и та же и он ограничивается тем что отдает ее более молодой комедианке лучше приспособленной для этой цели лишь талант актрисы и ее характер определяют различную манеру исполнения этой роли вековьем возразили поклонение изяществу восемнадцатого века уже в течение нескольких лет Гюго преподносил Жюльете игривые песни романсы признания для кого было написано восхитительное поэмо празднику Терезы для Жюльеты или для Леони об этом можно спорить бесконечно но важно другое важно мастерство проявленное Гюго при воплощении темы галантных празднеств не напоминала ли его поэма карнавал либо костюмированный бал в парке Самуа скорее всего она напоминала полотна Ланкре в 1845 году противникам Гюго казалось что он бросил писать но в этом они несомненно ошибались он создавал великолепные стихи посвященные покойной дочери и мадригалы для Леонии он работал над романом нищета но кажущаяся фривольность его жизни внушал им недобрые надежды три дома тяжелым бременем ложились на его плечи и три женщины жаловались на него Жюльетте которая взывала к его клятвам он ответил ну что я могу тебе сказать долгие годы ты была моей радостью теперь ты для меня утешение будь то же счастлива сколь благословенна отгони от своего прекрасного чела и своего большого сердца мелкие горести ты заслужила свет неба но она хотела изведать немного больше райского блаженства на земле он чаще всего бывал не у Жюльетты Друэ а у госпожи Жерарден или у госпожи Гамлен где встречал госпожу Биар об этой последней к счастью Жюльетта которая вела уединенный образ жизни ничего не знала она гневалась на Свертюне Гамлен 4 декабря 1844 года она ему писала я полагаю что правку корректуры и корреспонденцию вы поручите только мне зато другие наслаждаются вашим обществом недаром мне сегодня ночью приснилось что я задала хорошую трепку вашей креолке твердо надеюсь что я когда-нибудь и днем продолжу эту экзекуцию Фортюне Лормье Лаграф по мужу госпожа Гамлен 1776 1851 родила Сан-Доминго примечание автора в академию он хранил серьезный важный облик смотрел суровым взглядом крутой подбородок придавал ему мужественный и торжественный вид иногда он спорил и возмущался но всегда соблюдая достоинства на самом же деле он со скрытым юмором делал тайком иронические записи разговоров своих коллег которые подспудно вошли в его произведения о новых избранниках пришедших в дом на набережной Куанти Дюго говорил так старые академики тесняться вокруг вновь избранных и полных творческих сил как тень чистилища вокруг Энея и живого Данте испуганные и пораженные видом настоящих людей что касается его самого то он горячо желал чтобы в академии были избраны Бальзак Дюма Виньи и это говорит о его и здравом смысле и великодушие так как каждый из них был грешен перед ним он проявил еще больше великодушия когда выставил свою кандидатуру Сент-Бёв последний утверждал что он сознательно заставил себя сделать это нарочито прививая себе честолюбие я сделал себе прививку говорил он я сделал это не в стадии заболевания оспой а в момент когда хотят предупредить болезнь как бы то ни было он пожелал стать академиком а благодаря избранию Гюго французским романтикам был обеспечен доступ в академию Сент-Бёв конечно не избрали бы если бы одновременно с ним выставил свою кандидатуру и Альфред Де Виньи а последнее зависело от Гюго он же проявил поразительное благородство в отношении обоих писателей на которых имел право обижаться он им давал советы он принял Сент-Бёв в своем доме на королевской площади как монарх забывший прошлые обиды он внушал линьи терпения в то время он не знал о существовании книги любви на конец 14 марта 1844 года Сент-Бёв был избран в тот же вечер его мать отправила в церковь и принесла Деве Марии цветы когда умер Казимир де Лавинь предшественник Сент-Бёва Гюго исполнял обязанности президента академии и ему полагалось возглавить церемонию приема он не уклонился от этой обязанности он рад был подавить врага своим благородством в жал нахлынула парижская публика ожидавшая весьма любопытного заседания но вместо того чтобы смеяться она вынуждена была аплодировать Виктор Гюго восхвалял заслуги избранника будучи поэтом вы сумели проложить в сумраке тропинку которая принадлежит только вам ваш стих почти всегда скорбный часто глубокий находит путь ко всем кто страдает чтобы достигнуть их ваша мысль накидывает на себя покрывало ибо вы не хотите слиться с тенью где они таятся отсюда рождается поэзия проникновенная и робкая осторожно касающиеся тайных струн сердца благодаря сочетанию учености и воображения поэт в вашем лице никогда целиком не подавляется критикам а критик никогда целиком не перестает быть поэтом всеми этими чертами вы напоминаете академию одного из самых дорогих и оплакиваемых ею сочленов доброго и обаятельного надье который был таким крупным писателем и таким кровким человеком речь произнесенная гюго на заседании французской академии 27 февраля 1845 года примечание редакции о романе сладострасти и о новелле госпожа де понтиви он не безлукавства сказал что сент-бел как романист исследовал неизвестные стороны возможной жизни словом возможной он тонко отметил что жизнь эта не превратилась в реальность касаясь сочинения пор рояль гюго произнес красноречивый панигирик и янсинизму в вере короче говоря публике поневоле пришлось восхищаться сент-бел поблагодарил его гюго сент-бел ваше письмо меня растрогало и взволновало глубоко признателен за вашу благодарность гюго попросил переплести обе речи в одну тетрадь которую преподнес Аделия со следующим посвящением моей жене двойная почесть с нежной преданностью потому что она очаровательна и с уважением за ее доброту к первой странице он прикрепил письмо сент-бел такие чудеса творились во французской академии чистолюбцы несчастные люди они ненасытны с того момента как Виктор Гюго надел зеленый сюртук академика он только и думал о разолоченном мундире пера французского королевства Жюльетта не желала чтобы он избрал политическую карьеру стать академиком пэром франции министром да что все это для тото ставшего по милости божией великим поэтом а госпожа Биар напротив одобряла и поощряла это стремление гюго теперь ухаживал за королем и Луи Филипп говорил с ним доверительно относился к нему дружески поэт начертал его портрет и запечатленные им реплики короля достойны рецы или Сен-Симона король предстает здесь человечным находчивым разумным и часто исполненным Говичем господин Гюго обо мне плохо судят говорят что я хитер говорят что я пронырлив это означает что я предатель это меня огорчает я порядочный человек у меня добрые намерения я не люблю кривых путей все те с кем я близко соприкасался знают что я человек прямодушный и Виктор Гюго с которым король здоровался запросто порой и готов был поверить этим словам однако он действовал искусно герцогиня Орлеанская хлопотала за него перед своим августейшим свекром а поэт произносил великолепные речи во французской академии как говорил Сент-Бёв была пущена в ход вся артиллерия эта тактика привела к победе королевским ордонансом от 13 апреля 1845 года веком Гюго Виктор Мари был возведен в Пере республиканские газеты отозвались об этом саркастически Арман Марас в газете Националь описал обстановку приема поэта в Луксембургском дворце проникавший сквозь витражи яркий свет похожий на иллюминацию придавал палевым стенам зала красный отблеск господин Паскье в канцелярской шапочке прочитал ордонанс который возводил в звание Пере Франции господина Виконта Виктора Гюго мы вопались от смеха мы-то этого не знали он оказывается был Виконтом поэтическая восторг охватил нас мы были восхищены этим титулом Виктор Гюго умер приветствуйте Виконта Гюго лирического Пере Франции демократия которую он оскорбил отныне может над ним потешаться он заслужил эту месть а вот что писал Шарль Морис в театральном курьере господин Виктор Гюго возведен в Пере Франции король забавляется в Париже поговаривали что Гюго хочет быть послом в Испании истина же состояла в том что он твердо надеялся стать когда-нибудь министром утверждал Теодор Пави что касается Жюльетты то во втором письме написанном в течение одного и того же дня она обращалась к Гюго с вопросом почему всемогущий бог только и думал о том чтобы вы стали академиком и Пером Франции а я вашей любовницей почему он столь щедро дарил вас роскошными темными волосами и молодостью совершенно ненужными для стародавных званий тогда как у меня вся голова седая пьер пьер фуше фандом именем закона приказал открыть ему дверь в укромной квартирке в пассаже Сен-Рок и застал там во время преступного разговора Виктора Гюго и его любовницу в то время Азюльцер сурово карался муж был неумолим Леонидоне по мужу госпожа Биар была арестована и посажена в тюрьму Сен-Лазар Виктор Гюго сослался на закон о неприкосновенности Пера и комиссар после некоторого колебания отпустил его тогда Биар подал жалобу канцлеру Паскье на следующий день газеты Патрина Сьеналь Повидьен эзоповским языком сообщали о плачевном скандальном происшествии и о той неприятной миссии которую должна выполнить палата Перов судить за Азюльцер одного из своих членов дело дошло до того что в этот скандал вмешался сам король заставил художника Биара явиться в Сен-Клу и взять обратно свою жалобу в ту пору поговаривали что фрески заказанные художнику для Версальского дворца заставили его забыть о похождения их своей супруги Друзья и недругие долго издевались над этим скандалом одни тайно другие открыто Ла Мартин отозвался на это событие трогательно и жестоко он написал графу Серкуру меня это очень рассердило но подобные происшествия скоро забываются Франция страна гибкая в ней быстро поднимаются даже с дивана в письме к Дарго он писал любовные приключения моего бедного друга Гюго огорчает меня самым горестным для него должно быть то обстоятельство что эта женщина оказалась в тюрьме а он на свободе король посоветовал Гюго на некоторое время уехать из Парижа но он предпочел укрыться у Жюльетты чтобы создать как выразился Сент-Бёв такое произведение которое перечеркнуло бы приключения в пассаже Сен-Рок Жюльетта ничего не знала об этом скандале встревоженные письмом сестры госпожи Луизы Кох жившей в Британии в которой та вопрошала что означает статьи и заметки в национале по три она искренне все опровергала что же касается госпожи Гюго то она наутро после разоблаченного свидания выслушала признание виновника отнеслась к ним весьма нисходительно и даже отправилась в тюрьму чтобы навестить там плачущую госпожу Биар величие и несчастье апогей славы ужасно трудно развенчать Виктор Гюго происшествия в пассаже Сен-Рок, не оказала существенного влияния на карьеру Виктора Гюгон. Единственной жертвой стала Леони Биар, оказавшаяся в тюрьме Сен-Лазар среди проституток и женщин, совершивших прелюбодеяние. Тем временем госпожа Гамлен стала уговаривать ее мужа, соседа по имению Самуа, чтобы он согласился освободить жену или перевезти ее в монастырь Сакрекер, на что он имел полное право. «Дорогой соседушка», — шутливо сказала она ему, — «лишь короли и рогоносцы обладают правом помиловать преступника. Воспользуйтесь резким случаем». Биар расхохотался и приостановил действия властей. Вслед за тем очаровательные Леони водворили на несколько месяцев монастырь Августинок на улице Невдебери. Расставшись со своим поэтом, который непрестанно посылал ей изумительные стихи, она тосковала в заточении и совратила монахинь, заставила их читать стихи Виктора Гюго. 14 августа 1845 года супругов развели. Выдя из монастыря, красавица, не очень раскаявшись, поселилась у своей бабушки. В начале светское общество ее не признавало, но ей помогло заступничество госпожи Гомлен, да и сама госпожа Гюго согласилась быть покровительницей Леони Доне, которая стала постоянным украшением салона на Королевской площади. Стремилась ли Адель тем самым показать величие своей души, или она хотела угодить мужу, являвшемуся теперь лишь ее другом? Продиктована ли была эта тактика желанием провинившейся жены заглавить свой проступок? Сказался ли тут ее здравый смысл, либо жажда отомстить Жильете Друэ? Как бы то ни было, она встречала Леони Доне по-дружески, а та поучала Адель, став ее советчицей по части туалетов и убранства комнат. Ла Мартин был прав. Во Франции быстро приходит в себя. Надо было, однако, заняться устройством жизни разведенной женщины. Она немного писала, опубликовала несколько статей, затем ряд книг. Гюго проявлял в отношении ее щедрость, хотя, быть может, не такую, как ей хотелось, но больше он сделать не мог. «Я готов ради вас вытянуть из себя все жилы, но ведь жилы не деньги». Следует признать, что в то время его доходы не были значительными, так как он ничего не печатал. После разразившегося скандала он стремился не привлекать к себе внимания. Нельзя сказать, что Гюго не работал. Он обратился к прежнему замыслу, роману «Нищета», договор на который подписал когда-то с Рэндиуэлем и Госленом. То был социальный роман, подобный романам Эжена Сю, состоявший из четырех частей. «Истории святого», «Истории каторжника», «Истории женщины», «Истории куклы». У Агюстова Кириль, читавшего начальные главы этой эпопеи, горло перехватывало от восторга. Его легко можно понять. Виктор Гюго выразил в этой книге свою глубокую жалость к отверженным и свое возмущение общественным строем, с которым он, казалось бы, примирился, но против которого восставал всем своим сердцем. Жюльетта, переписывая Жана Трижана, первое название романа, была им потрясена. 23 декабря 1845 года она просила Гюго «Дай мне главы для переписки. Мне хочется поскорее узнать о судьбе великодушного епископа Д». 3 февраля 1848 года «Они предстают передо мною, как будто бы я была среди них. Я ощущаю жестокие страдания бедного Жана Трижана и не могу сдержать слез, представляя себе судьбу этого несчастного мученика. Я не знаю ничего более душераздирающего, чем жизнь несчастной Фонтины, ничего более горестного, чем судьба Шан-Матье. Я переживаю судьбу всех этих персонажей, разделяя их несчастье, как если бы они были живыми людьми. Так правдиво ты их описал. Не знаю, как тебе объяснить, но книга потрясла и мое воображение, и ум, и сердце. Ты очень верно назвал ее «нищета». Жюльетта наслаждалась как никогда присутствием своего любовника и господина. Ей пошло на пользу то обстоятельство, неведомое для нее, что Леони Биар находилась в тюрьме, а затем жила уединенно. В 1846 году Жюльетта особенно сблизила с Гюго глубокое горе, столь же страшной, как трагедия в Бельтье. Ее дочь Клер Прадье, отец запретил ей носить эту фамилию, ибо он имел теперь законных детей, была фактически удочерена Гюго, который выплачивал ей пенсию, давал ей уроки, осыпал ее подарками, был к ней искренне привязан. Она стала трогательной и грустной молодой девушкой, так как сознавала свою незаслуженную горькую участь и, дойдя до отчаяния, призывала смерть. Клер Виктору Гюго, прощайте, господин Тото, берегите мою дорогую маму, мою добрую, мою прелестную мамочку. Знайте, что ваша Клер всегда будет вам за это благодарна. И вот эта юная девушка, быть может, после попытки покончить с собой, серьезно заболела. Прадье заставил отвезти ее в отей, в ужасную маленькую конуру лавочника. Виктор Гюго не раз бросал работу и отправлялся к ней в омнибусе. Хотя подобная преданность была естественной, Жюльетта воспринимала его посещение с беспредельной благодарностью, словно некое божество с ней сходило до простых смертных. Она обожала свою дочь, и однако даже в дни ее предсмертных мук продолжала ежедневно посылать Гюго свои каракульки. Я охвачена отчаянием, но я люблю тебя. Господь Бог, если пожелает, может ради своего удовольствия терзать мне душу, но последним криком моего сердца будет крик любви к тебе, мой любимый. Когда Клэр Прадье повезли на кладбище Сен-Манде, Виконт Виктор Гюго, пэр Франции, шел вместе с ее отцом в траурной процессии. Прадье в дни предсмертных мук дочери стал более нежным к ней. В сложившейся обстановке после недавнего скандала для Гюго было небезопасно афишировать себя. Но он смело пошел на это, желая выразить свою привязанность к умершей и к ее матери. Писатель, преуспевший в жизни, он при всех слабостях, свойственных удачникам, сохранил достаточно человечности, спасительной для своей души. В утешение оскорбевшей Жюльетты и в память погибшей Клэр он создал немало стихов. И вот опять открылась та же дверь, за дочерью моей твоя ушла. Все повторилось, и над ней теперь могильный камень и колокола. Ушла туда, где все голубизна, где утренние дарь светла, чиста. В руке Господней мирно спит она и запечатал сон ее уста. Виктор Гюго, Клер, Созерцание. Примечание редакции. После смерти Клэра отношения поэта с Прадье стали более сердечными. Вот статья о мастерстве скульптора, продиктованная Виктором Гюго, Жюлье Тедруе. Среди скульпторов есть один, множество прекрасных произведений которого ставят его неизмеримо выше других. Это господин Прадье. Господин Прадье — настоящий мастер, с ним никто не может соперничать. Талант одновременно зрелый и молодой, господин Прадье имеет такую изумительную руку, какой вояние не обладала никогда. Случалось, что Виктор Гюго обедал у Прадье вместе с Альфонсом Карром, так что за одним столом собирались три любовника Жюлье Тедруе. В 1845 году, когда Гюго настигли с Леони и Биар, и Прадье застал свою жену за преступным разговором с неким вертопрахом. Изгнав ее из дома, он совершал прогулки с натурщицами в Медонском лесу. Тем временем Жюлье, то по-прежнему не выходившая из дому, терзала своим горем. «Если бы ты не любил меня, я не прожила бы и двух часов». Мать тосковала об утраченной дочери больше, чем при жизни ее, ведь в течение двадцати лет Клер почти не жила под кровлей материнского дома. В начале Прадье поручил ее кормилице, затем ее отдали в закрытый пансион, и там она осталась помощницей воспитательницы. К отчаянию Жюльесты примешивали с тайной угрызенью совести. В июне 1845 года, после происшествия с Леони и Биар, Виконгюго, почувствовав враждебную ему обстановку в палате Перов, произносил там свои первые речи с крайней сдержанностью. «Когда о тебе идет слава, как о возмутителе спокойствия, то лучше всего стать незаметным». В первой речи он говорил о фабричных марках и рисунках, и это внесло успокоение. В другой раз он принял участие в дебатах о Польше, его речь не встретила никакой поддержки. Эти высокомерные старики питали к нему злобу, якобы за то, что он стоптал в грязь их незапятнанную честь. В действительности же среди Перов было не так уж мало неверных мужей, но они не попадались. В этом все дело. Гюго смотрел на этих надменных сановников с насмешкой, и так же, как о своих коллегах по академии, отзывался о них в своих заметках с юмором. О генерале Фавье он написал «Я думал, что передо мной предстанет лев, а оказалось старая баба». О маркизе Буаси. Он человек с опломбом, хладнокровен, у него хорошо подвешен язык. Все данные для превосходного оратора. Не хватает только одного качества — дарования. Более всего удивителен контраст между великолепной убийственной иронии книги «Увиденное», достойной таланта Стендаля, и возвышенными парламентскими речами «Гюго», построенными на антитезах и ораторских приемах. Порою «Гюго», «Малья» должен был потешаться на «Гюго» рюи-блазом. Тем не менее, одна из его речей имела успех. Эта речь, где он поддержал просьбу Жерома Наполеона Бонапарта о разрешении его семье въезда во Францию. «Гюго» сослался на своего отца, старого солдата-императора, который приказал ему подняться и произнести свое слово. Он просноречиво рассказал о мировой славе Наполеона и спросил, какое преступление тот совершил, что его потомки навсегда лишены права жить во Франции. Вот они, эти преступления. Возрожденная религия, гражданский кодекс, возвеличенная и расширившая свои границы Франция, Маренго, Йенна, Ваграм, Аустерлиц. Это наиболее величественный вклад в дело могущества и славу великой нации, когда-либо внесенной одним великим человеком. Находившийся возле трибуны парламентской пристав, бывший командир батальона, плакал. Фортюне Гамлен и Леони Доне, Рьяны и Бонапартистки, ликовали. А он, Гюго, кем он был на самом деле? Почитателем императорской славы, сторонником буржуазной монархии, другом отверженных. До тех пор, пока человек не примет внутреннего решения, которое определит его действие, кто может знать, что он собой представляет? Нравились или не нравились Гюго порядки июль, монархии, но он стал при ней виконтом, академиком, пэром Франции, хорошо упитанным человеком с энергичным лицом. Он обедал у министров и послов. Там он видел, но на дальнем конце стола, и Альфреда де Виньи, белокорового поэта с птичьим профилем, выставившего свою кандидатуру в академию, а потому весьма почтительного с Гюго. Маленького и лысого Сент-Беова, длинноволосого прадье, выглядевшего сорокалетним, хотя ему уже стукнуло шестьдесят, художника Энгра, которому стол доходил до подбородка, так что казалось, будто его командорская лента являлась продолжением скатерти. Он присутствовал на спектаклях в Тюллери. Театральный зал, более преданный Наполеоновской империи, чем зрители, сохранял прежние убранства — лиры, грифоны, листья пальм и греческий орнамент. В публике почти не было красивых женщин. Самой красивой оставалась испанка Адель, дама уже зрелого возраста. К Гюго подошла там однажды мадемуазель Жорж, когда-то гремевшая и торжествовавшая, а теперь постаревшая и печальная. Где уж мне играть? Я так растолстела. Да и где авторы, где пьесы, где роли? Бедняжка Дарваль, играя в каком-то неизвестном театре, то ли в Тулузе, то ли в Карпантра, лишь бы заработать кусок хлеба. Она дошла до того, что выступает, как и я, в каких-то сараях на шапких подмостках, при свете четырех сальных свечек. А ведь у нас обеих болят старые кости, и головы-то облысели. Герцоги обращались к Гюго запросто, но дружеское их обращение уже не доставляло ему удовольствия. Слава и смерть обеспечили ему первое место среди писателей. Кто превосходил его в литературе? В 1847 году Шатабриан уже был стариком-паралитиком, которого в три часа дня вкатывали в кресле в салон, ослевший госпожи Рекамье. На похоронах госпожи Марс, которая когда-то во время постановки Арнани издевалась над поэтом, ибо она была одухотворенная актриса, но глупая женщина, Гюго встретил парижан в блузах, выискивавших поэтов в толпе. «Этому народу необходима слава. Когда нет ни Маренго, ни Элстерлица, он хочет видеть и любить таких, как Дюма и Ламартин, и таких, как Гюго». В общем, насыщенная жизнь. В течение десяти лет, в промежуток между осенними листьями, лучами и тенями, он написал четыре сборника прекраснейших французских стихов. Казалось, что отверженный не уступит собору парижской богоматери. У него была возможность стать министром. Ему пришлось пережить тревожное время. Он выстоял, его слава не померкла, и тем не менее он не был счастлив. Возвратившись с кладбища, где похоронили юную клерт, он запечатлел в стихах суету и счастлавие светской жизни. Речами волновать у Дюма и собрания, сравнив с достигнутым высокий идеал, понять, как ты велик и как ничтожно мал, волною быть в толпе, душой в бурлящем море, все в жизни испытать, и радости, и горе, бороться яростно, любить земную твердь, потом в конце пути безмолвие и смерть. Виктор Гюго, собрание сочинений, том 12-й. Жить под безоблачным иль хмурым небосводом. Созерцание. Перевод Ленецкой. Примечание редакции. Выйдя из зала, в которой протекало пышное празднество, в темный сад, где при легком дуновении летнего ветерка, при волшебном свете ярких фонарей тихо колыхало с листва, он видел за оградой толпу, которая злобно и мрачно вздирала на дам, сверкавших драгоценностями, на нарядных, обвешанных орденами господ. Пер Франции, буржуа, вклады которого в государственные бумаги все время возрастали, пытался успокоить свою совесть. Разве роскошь не приносит пользу всему обществу? Разве богач фабрикант, расходующий большие суммы, не выплачивает рабочим жалования? Однако Агюго хорошо знал, что чувствует несчастный человек, видя в окно, как танцуют счастливые люди. Он знал также, что народ требует не только хлеба, но и равенства. Когда толпа бедняков глядит на богатых, то это вызывает у нее не просто размышления, это предвестник будущих событий. Но что же делать? Человек достиг видного положения. И вот ловко сконструированная социальная машина захватила его своими шестернями, протаскивает от вала к валу прокатного стана и все больше расплющивает его совесть, перебрасывая с празднества на празднество, с одного званого обеда на другой. Двадцать душ возле него — женщины, дети, подопечные, которым он должен помочь жить в обществе, таком, каково оно есть. Для того, чтобы вырваться из потока этой жизни, нужна была или твердая решимость, или революция. Создавая отверженных, Виктор Гюго думал и о том, и о другом. Чувствуя себя виновным, он стремился искупить вину хотя бы ценой жестокого изгнания. Он хотел пострадать и хотел возвеличиться. Самобичевание сочеталось с честолюбием. Потеряв твердую почву под ногами, он искал забвение. Отсюда стихи «Призыв к бездне». Актрисы, дебютантки, горничные, авантюристки, куртизанки. В 1847-1850 годах его как бы томило неутолимое вожделение. Романтический любовник воспринял манеру вертопраха в стиле речей Вальмона. Так он пишет литературной куртизанке Эсфир Геймон, любовница его друга Эмиля де Жерардена, фривольную записку. Но когда же рай? Хотите в понедельник, хотите во вторник, хотите в среду. Не побоитесь ли пятницы? Я боюсь лишь одного, как бы не опоздать. В.Г. У Теофили Готье, у художника Шастельо, у своего сына Шарля Гюго он с успехом оспаривает право на любовь самой стройной женщины Парижа Алисы Ози. Эта красивая легкомысленная особа, находившаяся в любовной связи с Шарлем, которому в 1847 году исполнился 21 год, пожелала украсить свой альбом автографом великого поэта. Когда Гюго пришел к ней, то увидел ложи из розового дерева с инкрустациями старинного северского фарфора. Алиса получила обещанное четверостишее. В тот час, когда закат бледнеет постепенно и над землею сумрак золотистый, Платон Венеру ждет, возникшую из пены, а я на ложе восходящую Алису. Венера притворилась обиженной вольностью стихов, бесспорно для того, чтобы доставить удовольствие стревоженному юному Шарлю. В знак извинения было написано другое четверостишее. Порой мечтатель оскорбит свою мечту, но я сегодня вопрошаю удивленно, как может оскорбить желание ту, что стала вдруг Венерой для Платона. Произошло то, что должно было произойти. Отец восторжествовал над сыном, а толстяк Шарль страдал, сохраняя, однако, почтение, которое внушал ему владыка, как называли отца между собой сыновья Гюго. Будучи, как и отец, поэтом, он вслед за тем обличил в стихах высокосердную красавицу. О, как тебя люблю! Люблю и ненавижу! То страсть в своей душе, то суетность я вижу. Добра ты или зла терзаюсь я, скорбя. Из крайности одной кидаюсь я в другую. То пламенно люблю, то бешено ревную, но за любовников готов убить тебя. Перевод Ваксмахера, примечание редакции. Но гений одержал победу над молодостью. Молодости пришлось смириться. Шарль Гюго, Алисия Ози. Зачем вы прислали письмо отцу? С одной стороны, сын с чистым сердцем, глубокой любовью, безграничной преданностью. С другой — отец в ореоле славы. Вы избрали отца и славу. Я за это вас не порицаю. Всякая женщина поступила бы точно так же. Прошу вас только понять, что я не в силах переносить страдания, которые мне готовит ваша любовь, разделяемая таким образом. Адель Гюго, знавшая об этой драме, так же, как и обо всех других, утешала сына. Жюльетта Друэ, которой сообщили лишь о том, что Шарль страдает из-за разбитой любви, посоветовала отправить его в Бельтье, к Агюсту Ватери. Вновь в истории семейства Гюго грех приписывался вместо отца сыну. Все эти интрижки, которые нельзя было оправдать страстью, оставляли после себя горечь. А дурманиваться не значит наслаждаться жизнью. Гюго жаждал избавиться от искушений даже ценой страдания. После трагедии в Вильтье, после смерти Леопольдина и Клер, у Гюго возникла потребность поверить в то, что он когда-нибудь встретится с усопшими. Нежный ангел, уже ли невозможно поднять плиту и побеседовать с тобой? Он размышлял о загробной жизни, он стремился создать для себя философию религии, он изучал теории оккультистов, учивших, что даже в этом мире возможно общение с душами отошедших. Такими мыслями и объясняется тот затуманенный и отчужденный взгляд, какой бывал тогда у Гюго, человека еще молодого, сильного и, по всей видимости, торжествующего. 19 февраля 1848 года, сидя в своем кресле Пера, погрузившись в неопределенные раздумья, он написал на листке бумаги «Нужда ведет народ к революции, а революция ввергает его в нужду». Вначале он думал о возможностях борьбы, но затем, поняв, что он одинок, отказался от этой мысли. «Лучше уж не восставать, чем восставать в одиночку», сказал он графу Дарю. «Я люблю опасность, но не желаю оказаться в смешном положении». И так он продолжал играть свою роль с болью в сердце. Часть седьмая. Время решений. То, что теряют во время жатвы, восполняют во время сбора винограда. Виктор Юго. Кошелек или сердце. В феврале 1848 года Франция, уже 18 лет терпевшая режим июльской монархии, стала выражать недовольство. Либералы и республиканцы требовали на своих банкетах избирательной реформы. Засуетились легитимисты и бонапартисты. Кое-кто заговорил даже о революции. Король Луи Филипп усмехался. «Я ничего не боюсь», — сказал он бывшему королю Жерома Бонапарту и, немного помолчав, добавил, — «без меня им не обойтись». Виктор Юго со спокойствием художника взирал на этот волнующийся океан. Избирательная реформа его совершенно не интересовала, социальные вопросы занимали его гораздо больше, чем парламентские дебаты. Старый король был весьма любезен с ним и охотно противопоставил бы его как сторонника монархии Ламартину, который свой авторитет поэта поставил на службу защиты реформ. Но Юго не предлагал своих услуг. Чего он опасался? Что пойдет в министерство? Что король должен будет отречься от престола? В этом случае его дорогая принцесса Елена станет регеншей, а он сам всемогущим советником. Установление же республики казалось ему тогда и нежелательным, и невозможным. Отправившись 23 февраля в палату, чтобы узнать новости, он встретил на улицах множество солдат и простолюдинов, которые кричали «Да здравствует армия!» «Долой Гизо!» Солдаты болтали и шутили. В зале ожидания он встретил взволнованных и напуганных людей, собиравшихся кучками. Он обратился к ним. На правительстве лежит тяжелая вина. Оно довело дело до опасного положения. Бунт укрепляет министерство, но революция не спровергает династию. В этот день его воображение заполнили символические образы моря. Он отметил в своей записной книжке, что во время бунта народ подобен океану, по которому плывет корабль правительства. Если корабль кажется утлой ладьей, это означает, что бунт превратился в революцию. Вслед за тем он пошел на площадь Согласия, желая смешаться с толпой, так как он был человеком мужественным, любителем зрелищ, и верил лишь тому, что видел собственными глазами. Солдаты стреляли, были раненые. Среди блузников он заметил очаровательную женщину с зеленой бархатной шляпки, которая, приподняв юбку, обнажила прелестную ножку. — Фаравн Сириуса. Около моста Карусель он встретил Жюля Сандо, самого косматого из лысых, и тот спросил его, что вы об этом думаете. — Бунт будет подавлен, — ответил Гюго, — но революция восторжествует. Великие события не мешают искать маленьких развлечений. В ту самую ночь, когда происходил мятеж, Гюго, прежде чем возвратиться в лоно семьи, отправился ужинать к божественной Алисе Ози, недавно ставшей любовницей художника Шассерье, который обожал ее, хотя она его всячески мучила. На ней было жемчужное колье и красная кашемировая шаль удивительной красоты. В присутствии своего любовника она приоткрыла корсаж для того, чтобы показать Гюго очаровательную грудь, прекрасную грудь, какую воспевают поэты и покупают банкиры. Затем она уперла с каблучком в стол и подняла платье, так что стала видна до самой подвязки прелестнейшая в мире ножка в прозрачном шелковом чулке. Шассерье чуть не упал в обморок. В книге «Увиденное» Виктор Гюго набросал темпераментную сцену под названием «С натуры», где Шассерье назвал Серье Алиса Ози «Зубери». В тот вечер на бульваре Капуцинок происходила перестрелка. Мятеж превращался в революцию. Когда Гюго поздно вечером возвратился домой, под аркадами домов, окружавших Королевскую площадь, находился в засаде целый батальон. Во мраке смутно мерцали штыки. На следующее утро, 24 февраля, он наблюдал со своего балкона толпу, окружавшую здание мэрии. Мэр округа Эрнест Моро пригласил его к себе и рассказал о резне, происходившей на бульваре Капуцинок. Всюду воздвигали баррикады. В 8 часов 30 минут утра, после того, как пробил барабан, мэр объявил, что министерство ГИЗО пало и что Аделон Барро, сторонник реформы, взял власть в свои руки. На Королевской площади провозглашали «Да здравствует реформа!» Но на площади Бастилии, где Моро повторил свое сообщение, его шляпу прострелила пуля. Вместе с мэром Гюго, отважный пловец, бросился в море людское и добрался до Бургонского дворца, где Сьер с едким сарказмом сообщил ему, что палата распущена, король отрекся от престола, а герцогиня Орлеанская провозглашена регенши. «О, волна все поднимается, поднимается, поднимается!» со сдержанной радостью повторял маленький Сьер, которого падение ГИЗО вознаграждало за все. Он горячо убеждал Гюго и мэра восьмого округа, что надо отправиться в Министерство внутренних дел к Дилону Барро и договориться с ним. «Ваш квартал, Сент-Антуанское предместие, может иметь в данный момент решающее значение». Все происходило так, как представлял себе Гюго. А Дилон Барро вел себя с обычной своей вялостью, и, хотя стоял, засунув руку за отворот Сюртука, подражая Наполеону, не проявил его решимости. «Регенство?» «Да, конечно», — сказал Барро, «но будет ли оно санкционировано парламентом?» «Нужно», — продолжал он, «чтобы герцогиня Орлеанская привезла графа Парижского в палату депутатов». «Палата распущена», — ответил Гюго. «Если герцогиня и должна куда-нибудь направиться, то в ратушу». С этой целью Гюго и мэр поспешили в Сюрлири, чтобы уговорить Елену Орлеанскую, но, к их сожалению, она уже направилась в здание палаты. Они быстро возвратились на Королевскую площадь, чтобы объявить там об учреждении регенства. Именно Гюго с балкона мэрии объявил толпе о том, что король отрекся от престола. Бурные аплодисменты. И что герцогиня Орлеанская провозглашена регеншей. Глухой ропот. «Теперь я должен», — сказал Гюго, «пойти на площадь Бастилии, объявить там об этом событии». Мэр был обескуражен. «Вы же видите, что это бесполезно. Регенство не встретило одобрения. На площади Бастилии вы встретите революционно настроенных людей предместия. Быть может, они отнесутся к вам враждебно». Гюго ответил, что он обещал это барро и сдержит свое слово. С помощью двух офицеров Национальной гвардии он поднялся на подмостки, окружавшие Юльскую колонну. Как и предвидел мэр, сообщение встретили враждебно. «Нет, нет, никакого регенства. Долой Бурбонов!» Один блузник прицелился в него и воскликнул «Долой, пэра Франции!» Гюго отвечал довольно красноречиво, но допустил промах, сказав, что конституционная монархия совместима с принципами свободы. Вот, например, королева Виктория в Англии. «Мы французы!» — кричали ему. «Не надо нам никакого регенства!» Он еще не сдавался, но игра была проиграна. Поэтому державшим сейчас в своих руках Париж был теперь не Виктор Гюго, а Ламартин, имя которого стало популярным благодаря его книге «Истории жерандистов» и который озарил Гериотину лучом своей серебряной луны. Ламартин же, когда ему предложили высказаться за или против регенства, поразмыслив мгновение, высказался в пользу республики. Обращения, которые подписали после него Ледрю Ролен, Гарне Паже, Скремье, Мари и Дюпон Делер, определила будущее страны. Решилась судьба народа, жребий был брошен. Гюго был не очень доволен заменить Луи Филиппа, которому не доставало широты кругозора, но необразованности и ума, напуганным стариком Дюпоном. Подобная операция казалась ему неудачной. Он вспоминал рассказы своей матери и боялся, что республика станет анархией. Но во временном правительстве были Ламартин и Араго, которых он уважал. И на следующий день, утром 25 февраля, его охватило непреодолимое желание пойти в ратушу и вновь сброситься в бурлящее море народа. Ранним утром он отправился туда со своим младшим сыном Франсуа Виктором. Возвышенный созерцатель, он любил гул народной толпы, напоминавшей ему шум морского прибоя. Город, как ему казалось, приобрел радостный вид. Оживленная толпа со знаменами и барабанами распевала Марсельезу и умрем за родину. На площади ратуши шумная ватага остановила его, но командиром национальной гвардии, обеспечивавшей порядок на этой площади, оказался ювелир Фроман Мерис, брат Поля Мериса, юного ученика Гюго. — Дорогу, Виктору Гюго! — воскликнул он. И гражданин Гюго получил возможность встретиться с гражданином Ламартином. Тот был в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, с трехцветным шарфом, повязанным крест-накрест. Гюго он встретил с распростертыми объятиями. — А, вы пришли к нам, Виктор Гюго, это для республики большая подмога. Виктор Гюго в глубокой нерешительности сказал, что, в принципе, он республиканец, но, тем не менее, он пер Франции, назначенный королем, и это обязывает его проявлять крайнюю сдержанность. К тому же, полагая, что учреждение республики является преждевременным, он искренне высказался бы за регенство, если бы представилась возможность его учредить. Ламартин объявил ему, что Временное правительство назначило Виктора Гюго мэром того округа, где он живет, и что, если вместо мэрии он пожелает министерства, Виктор Гюго — министр народного просвещения республики, как это было бы прекрасно. Гюго возражал. Он не видел никакой необходимости заменять мэра восьмого округа Эрнеста Моро, который вел себя так лояльно. Но все же он положил грамоту себе в карман. В этот момент на площади началась стрельба, и пулей пробилось стекло. «Ах, друг мой!» — сказала Мартин. «Очень трудно быть носителем революционной власти». Он указал на площадь, где непрестанно передвигались людские толпы. «Смотрите!» Смутно осознанное родство гениальных натур сблизило в этот день двух столь различных людей. На следующий день Гюго бродил по Парижу, восторгаясь быстротой происшедших изменений. Впервые за шестьдесят лет Господь Бог так стремительно переменил на сцене декорации. Но как подобной шутке не смеяться? Диктатор шут в министра взял паяться. На памятнике Людовику XIV, находившемся на площади Победы, красовался красный фигийский колпак. Увлеченный прогулкой, Гюго сочинял стихи. Несется крик «Долой Гизо и Полиньяка!» Гомен предместий встал и закипает драка. Историй балласт бессилен перед ним. Гомен берет Париж, как раньше брал он Рим. Защита сметена. Пусть рядом кровь и боль. Он победил. Дитя, но он уже король. Он лувром завладел. И перед ним внутри высокий зал и трон. Он входит в тюэльри, и как вельможа там гуляет он с Марасом у статуй царственных по мраморным террасам. Виктор Гюго. Заметки о февральской революции 1848 года. Перевод Кружкова. Примечание редакции. Арман Марас, главный редактор газеты «Националь», будущий председатель национального собрания, казался Гюго состоятельным буржуа, который разыгрывает роль революционера. Образ, вызывавший у него отвращение, с 1830 года. Сотворив 24 февраля, Господь Бог для этого зачем-то взял Мараса. Гюго плохо разбирался во всех происходивших событиях, разрушавших его надежды. Он получал анонимные письма, в которых осуждались его снобизм, надменность, аристократизм. В этом ощущался дух 1793 года. Порой Гюго охватывал отчаяние при мысли о будущем. Я делал, что мог. Я трудился, служил. И было порой мне горько и странно, что смех вызывают душевные раны того, кто в заботах и горестях жил. Но спор бесконечный вести мне в невмочь, а с завистью биться уже бесполезно. «Всевышний, отверзни врата твоей бездны, да примет меня беспредельная ночь». Виктор Гюго, «Вене виде викси», созерцание, примечание редакции. Тем временем его друг Эмиль Жерарден, еще вчера сторонник регенства, но оппортунист по натуре, сразу же примкнул к Временному правительству, обеспечив республике 120 тысяч читателей газеты «Ла Пресс». Это было знаком времени. Сдержанно относясь к новому режиму, Гюго все еще надеялся, что в будущем он сможет играть какую-то роль в событиях и пытался угадать, не приведут ли всеобщие выборы, хотя и при широкой гласности, к утверждению монархии. Не выставляя своей кандидатуры на апрельских выборах, он выступил с письмом к избирателям, в котором достоинство тонко сочеталось с честолюбием. «Господа, я принадлежу моей стране, она может располагать мною. Я полон уважения, быть может даже чрезмерного, к свободе выбора. Позвольте же мне на этом основании не выставлять себя. Если мои сограждане, свободные и суверенные, сочтут уместным посла от меня в качестве их представителя в национальное собрание, которое будет держать в своих руках судьбу Франции и Европы, я с благоговением готов взять на себя этот ответственный мандат». Виктор Гюго «Письмо к избирателям. Дела и речи. Доизглание». Примечание редакции. Он не был избран, но его имя собрало 23 апреля 60 тысяч голосов. Подобный отклик на обращение Гюго делал честь парижским избирателям. Этот частичный успех обеспечил ему на майских дополнительных выборах поддержку комитета улицы Пуатье, то есть консерваторов. Правда, поддержка была не столь уж ревностной. Можно ли надеяться на этого поэта, интересовали состоятельные люди. В своем кредо Гюго различал возможность существования двух республик. Одна поднимет красное знамя вместо трехцветного, переплавит в металл статую свободы, низвергнет статую Наполеона и воздвигнет статую Марата, разрушит французский институт, политехническую школу, отменит существование почетного легиона и присоединит к величественному призыву свобода, равенства, братства, зловещие слова или смерть. Другая республика, придерживаясь демократического принципа, станет священным союзом всех французов в настоящее время и всех народов в будущем, установит свободу без узурпации и насилия, равенство, которое позволит естественно развиваться каждому, братство не монахов в монастыре, а свободных людей. Эти две республики называются одна республика цивилизации, другая республика террора. Я готов посвятить свою жизнь тому, чтобы установить первую и воспрепятствовать второй. Виктор Гюго «Обращение к избирателям» 26 мая 1848 года «Дела и речи до изгнания» Примечание редакции Идеи были ясные, но его положение двусмысленное. Он не любил бургграфов с улицы Пуатье, которые снисходительно покровительствовали ему, но не доверяли своему кандидату. Он предпочитал им Ла Мартина. Но люди, окружавшие его, не склоняли его на сторону республики, скорее наоборот. Жюльетта Друэ Виктору Гюго 4 мая 1848 года «Ничто меня так не раздражает, как эти мятежи, с которым ты так охотно приобщаешься. Для того, чтобы не было больше никаких революций, эволюций, мистификаций, я отдаю свой голос нынешнему правительству, а затем целуйте меня и стремитесь побольше заседать в моих палатах. Вы мой единственный представитель, и я прошу вас действовать последовательно и дорожить тем доверием, которое я вам оказываю. Вы видите, что я на высоте своего положения, и что новоявленные республиканцы ничему не могут меня научить. Если бы я пожелала, то заткнула бы за пояс и республиканцев будущего, но я этого не хочу. Я хочу лишь, чтобы вы целовали меня до потери сознания. Вот и все. 6 июня 1848 года. Чем больше я думаю о том, что происходит сейчас в Париже, тем меньше я желаю тебе, мой дорогой друг, успеха на предстоящих выборах. Пусть сперва уляжется вся эта ярость народа, ибо он и сам не знает, чего он хочет, и не в состоянии отличить истинного идеала от ложного. Я убеждена, что мое сердце бьется в унисон с интересами Франции. Виктор Гюго был избран. Какой партии? Он знал лишь, что стоит за бедных против богатых, за порядок против анархии. Но такая нечеткая позиция его и самого не удовлетворяла. Собранию, которое состояло из умеренных представителей, казалось, что национальные мастерские представляют собой великую опасность, источник финансового краха страны, гнездо бунтарей. Национальные мастерские были созданы 25 февраля 1848 года буржуазным временным правительством с целью предотвращения восстаний безработных, требовавших работы. В связи с неудачей реакционных планов правительства превратить национальные мастерские в оплот контрреволюции, они были частично закрыты, что послужило толчком к июньскому восстанию 1848 года. Примечание редакции. Дюго пожелал высказаться об этой сложной проблеме. Речь оказалась путанной, так как ее положения не были ясно сформулированы. Национальные мастерские предприятия пагубные. Нам уже была знакома праздность богатства. Вы создали праздность нищеты, в то раз более опасную как для самого нищего, так и для других. Монархия плодила праздность людей. В республике будут бездельники. Вот что мы слышим. Я не поддерживаю подобные речи, слишком резкие и обидные. Я не захожу так далеко. Нет, героический народ июля и февраля не выродится никогда. Наших благородных и разумных рабочих, читающих книги и мыслящих, умеющих рассуждать и умеющих слушать, никому и никогда не удастся превратить в Ассороне, в мирное время и в Янычар в случае войны. Виктор Гюго «Национальные мастерские». Речь 20 июня 1848 года. Дела и речи до изгнания. Примечание редакции. Выступление неудачное. Ведь именно Гюго и приписывали те фразы, которые он теперь опровергал. Не примыкая ни к одной из группировок собрания, он не пользовался в нем авторитетом. Он говорил об идеях, о морали, а слушатели его в большинстве своем думали лишь о своих корыстных интересах. Он утверждал, что основной вопрос заключается в факте демократии, а не в слове республика. Гюго встывался тогда на нищету и безработицу. Говорил о людях, живущих в трущобах без окон, о босоногих детях, о молодых девушках, занимающихся проституцией, о бездомных стариках. Вот в чем состоит вопрос. Неужели вы думаете, что мы равнодушно взираем на эти страдания? Разве вы можете думать, что они не вызывают в нас самого искреннего уважения, глубочайшей любви, самого пламенного и проникновенного сочувствия? «О, как вы заблуждаетесь!» Виктор Гюго, национальные мастерские. Речь 20 июля 1848 года. Дела и речи до изгнания. Примечание редакции. К народу он обращался лишь с советом не форсировать события. Однако казалось, что разглагольствование экстремистов брали верх над красноречивыми и великодушными призывами. Ламартин сказал Альфонсу Карру, «Через три дня я уйду в отставку. Если я этого не сделаю, они сами прогонят меня на четвертый день». Виктор Гюго писал о критерии 24 мая 1848 года. «Ламартин совершил много ошибок, великих, как он сам. Этим немало сказано. Но он отбросил красное знамя, отменил смертную казнь. В течение 15 дней он был светлой личностью мрачной революции. Теперь от светлых личностей мы обращаемся к пылающим. От Ламартина к Ледрю Роллену в надежде, что мы заменим Ледрю Роллена Агюстом Бланки. Да поможет нам Бог!» Национальные мастерские, где играли в свайку на деньги, вызывали беспокойство у этого великого труженика, потому что он любил народ и придирал тех, кто его развращал нелепыми плакатами и приучал к Лене. Благородный и величественный народ, которого развращают и обманывают. «Когда же вы прекратите опьянять его Красной Республикой и спаивать дешевым белым вином? Удивительная обстановка! Я предпочел бы ей день 24 февраля. Иногда я плачу горькими слезами». А по Королевской площади проходили толпы людей, пели карманьолу, слышали с возгласы Далойла Мартина. 24 июня произошло восстание, вызванное нуждой, лишениями и всякими бедствиями. Внезапно оно приняло неслыханно чудовищную форму. То была мрачная и жестокая гражданская война. На одной стороне отчаявшийся народ, на другой — отчаявшееся общество. Виктор Гюго без особого энтузиазма встал на сторону общества. Обуздать восстание — дело нелегкое. Он был решительным противником своих коллег, которые с циничным удовлетворением воспользовались случаем, чтобы утопить в крови восстание. Но он полагал, что восстание черни против народа, бессмысленный бунт толпы против жизненно необходимых для нее же самой принципов, должно быть подавлено. Честный человек идет на это, и именно из любви к этой толпе вступает с ней в борьбу. Однако он сочувствует ей, хоть и сопротивляется. Виктор Гюго, Отверженный, часть пятая, книга первая, глава первая, примечание редакции. Гюго был одним из немногих депутатов, не боявшихся бывать на баррикадах. Он читал инсургентам декреты. Он уговаривал защитников в порядке. Пора кончать с этим, друзья. Это убийственная война. Когда смело идут навстречу опасности, то всегда меньше жертв. Вперед, безоружные, он появлялся среди восставших, призывал их сложить оружие. Но, страстно желая социального мира, борясь за его утверждение, он не любил ни Тьера, маленького человечка, стремившего со своей ручонкой заглушить грозный рок от революции, ни Ковиньяка, носатого и волосатого генерала, честного, но жестокого человека. В 11 часов утра, побывав на баррикаде, он возвратился в зал ассамблеи. Едва он занял свое место, как рядом с ним сел депутат от республиканской левой Делле и сказал ему, «Господин Гюго, Королевская площадь горит, ваш дом подожгли. Инсургенты проникли туда через маленькую дверь со стороны переулка Гемене. А где моя семья? В полной безопасности. Откуда вы это знаете? Я только что вернулся оттуда. Меня не узнали, я смог пройти через баррикады. Ваша семья вначале укрылась в здании мэрии. Я был там с ними. Увидев, что опасность возрастает, я убедил госпожу Гюго найти другое убежище. Она устроилась со своими детьми у трубочиста Мартиньони. Он живет рядом с вами, на углу улицы, в доме с Аркадами». Расстроенный, бледный Гюго помчался к Ламартину и спросил у него, что происходит. «Мы обречены», ответил Ламартин. Но он заблуждался. Политики проиграли игру, но стратеги решили ее выиграть. Генерал Ковиньяк, которому была вверена вся полнота власти, сосредоточил войска в западной части города, переведя их из восточных рабочих районов Парижа. Буржуазная национальная гвардия драла с шезосточением. Фанатизм собственников уравновешивал иступленность неимущих. Ковиньяк одержал полную победу. Он опозорил ее тем, что потребовал суровой расправы. Тысячи инсургентов были сосланы без суда. Кровавая пропасть пролегла между рабочими и буржуазией. Потребовалось всего четыре месяца, чтобы соткать саван для февральской революции. Национальное собрание приняло декрет, в котором отмечались огромные заслуги Ковиньяка перед Родиной. Тут понятие Родина оказалось весьма ограниченным. Все были убеждены, что генерал Ковиньяк займет пост президента. Все, за исключением Ламартина, который наивно полагал, что если выборы будут всеобщими, то президентом изберут его самого. Для Гюго наступил мучительный и полный тревожных раздумий период жизни. Пройдя в депутаты при поддержке улицы Пуатье, он должен был голосовать за Ковиньяка, которого он решительно осуждал. Господа генерала, отмечает Гюго, которые теперь управляют страной и даже слишком сурово управляют, хотят стяжать себе славу ценой задушения свободы. Лучше бы они проявили побольше усердия в борьбе с австрийцами. Я не доверяю осадному положению. Осадное положение — это начало государственных переворотов. Вопреки распространившимся слухам, дом Гюго был спасен от огня. Но его семья, напуганная восстанием, не захотела далее оставаться на Королевской площади, переименованной после февраля в Вагерскую площадь. Он вынужден был снять квартиру в доме номер 5 на улице Десли в квартале Мадлен. Адель жаловалась, что она погибает от невыносимого шума и дыма. Фортюне Гамлен и Леони Доне, проживавшие на солнечных склонах Мон-Мартра, с восторгом говорили о тишине, сорившей на их улицах, где росла трава и цвели сады. Они подыскали для Гюго превосходный особняк на улице Тур-де-Верни. Вся семья поэта переселилась туда 13 октября. Это была пятница. После того, как сняли зеркало с камина, на стене обнаружили написанную углем цифру 13. Плохая примета. Последующие события подтвердили это недоброе предзнаменование. Все складывалось плохо. Собрание выработало нелепую конституцию. Будущие страны мыслилось так. Франция, управляемая только собранием, то есть океан, управляемый ураганом. Что не день, то выборы, время будет проходить в сплошных заседаниях. Во главе правительства Ковиньяк. На словах республиканец в действительности жестокий диктатор, тупой рубака. Что же делать? Что придумать? Гюго, глава семьи, получавший ренту, оказался в трудном положении. Поэт и друг несчастных он должен был защищать личные интересы имущих. Он презирал разжиревших бурграфов, которые его окружали, с иронией отзывался об одержанной ими опасной победе. Судача так и сяк, за рюмкой Кло-Вужо о бунтах обланки, Альбера и Бюжо смеются. К чему им размышлять о каждом бедняке, который с февраля на нищенском пайке все так же бедствует и спину гнет опять, чтобы как-то прокормить свою старуху мать. Перевод Кружкова примечание редакции. Его недовольство резко выразилось в протесте против мероприятий правительства, преследовавших цель удушения свободы печати. Премьер-министр Ковиньяк запретил 11 периодических изданий и приказал арестовать Эмилия Жерардена. Генерал весьма враждебного принял речь Гюго в собрании. Сразу ухудшили соотношения между ними. Но к тому времени даже представителям улицы Пуатье их спаситель казался нестерпимым. Если простой люд называл его Ковиньяк-мясник, то аристократы видели даже в нем противника интересов имущих классов. Ковиньяк, объяснял Монталандер, это же бревно, нет, это прогнившая доска. Бальзак издевался, что касается Ковиньяка, так он просто олух, унтер-офицер только и всего. Гюго в палате представителей сделал генералу запрос. Позвольте мне, мыслителю, сказать вам, представителю власти. Палата зашумела. Все они претендовали на роль мыслителей. Члены собрания люди обидчивые, что либо разъяснить им, не вызвав их раздражения, дело трудное. Таких способностей Гюго не имел. Он, конечно, осознавал слабость своей позиции, ибо в июле 1848 года пожелал воспользоваться другим способом воздействия на общественное мнение, основав газету Эвенеман. Он хотел превратить эту газету также в орган мысли. В передовой статье первого номера подчеркивалось решающее значение социальных идей, но вместе с тем умалялось роль реальных фактов. Это означало забвение того, что факты для мыслителей упрямые вещи. В каждом номере эпиграфом служили слова «Страстная ненависть к анархии, нежная глубокая любовь к народу». Новому органу печати большую практическую помощь оказал Жерарден, не питавший никакой вражды к своему новому собрату. Банкир Шарль Малер и в особенности ювелир Фроман Мерис предоставили основателям деньги. Виктор Гюго в особом письме пожелал газете успеха. Но он отказывался писать статьи для нее, даже оказывать влияние на то, что в газете писалось. Но никто этому не верил. В редакцию входили члены его семьи и его друзья, сыновья Гюго, Шарль и Франсуа Виктор. Шарль тучный, натура необычайно мягкая, Франсуа Виктор Дэнди, любивший покутить, ученики поэта Поль Мерис и Огюст Вакири. Вакири только что поставил в театре до он драму в стихах Трагаль Дабас. Ужасную пьесу в юмористической манере Гюго, говорил Бальзак. Пьеса была свистана. Бальзак писал госпоже Ганской. Я не видел ничего более смешного в жизни, нежели обращение Фредерико Леметро к публике после шумного представления. Милостивые государыни и милостивые государи. Самым изысканным образом. Пьеса, которую мы имея честь представить вам, написано гражданином Огюстом Вакири. Тем смешнее казалось возмущение Гюго, он гневался на приятелей автора, которые нападали на свистунов и называли их ослами. Бальзак напомнил ему о битве за Ирлани. В Эвенеман были опубликованы воспоминания госпожи Гюго. Две сказки ее дочери. Сент Бёв под статьей о Шарли Надье, которую написала его Адель, статьей содержательной, сохранившейся в архиве, сделал мелким почерком помету. Отчеркнутые мною места написаны не ею. И действительно, эти отрыски написаны в манере Гюго. А сделы моды светской хроники были поручены Леони Доне, которая подписывалась Тереза де Бларю. В ее светских письмах сообщалось о том, как нужно обставлять квартиру, как выращивать цветы, как одевать детей. Порой здесь некоторые фразы были отмечены когтем льва. Читатели, пожалуй, не удивились бы, если бы отзывы о пьесах писала Жюльетта Друэ. Но все же театральный отдел был поручен Гюстово- Кири, и тот вел его не без блеска. Сотрудничать в газете был приглашен Бальзак. Он писал Ганской 11 июля 1848 года. По поручению Гюго ко мне обратились два благородных молодых человека, которые основали газету. Ну, теперь у нас везде будет Гюго. Курс политики Гюго, партия Гюго и так далее. Я должен буду написать четыре листа рассказов, продолжающих цикл человеческой комедии, за 400 франков вместо 2800. Вся февральская революция в этом. Суждение поспешное. Читатели Эвенеман были убеждены, что передовые статьи пишет сам Виктор Гюго, хотя он и отрицал свое участие в них. В самом деле стиль похож, но это еще ничего не доказывает. Его манера письма была заразительна, а так как в Акерии Шарльз Гюго работали близ учителя целый день, они невольно подражали ему. Но несомненно, что ориентация журнала была определена Гюго, в тот момент враждебной позиции по отношению к Виньяку. В основном же программа была проникнута стремлением примирить порядок и справедливость, интересы имущих и жалость к неимущим, кошелек и сердцем. Иллюзии и разрыв. Принадлежать к этому большинству, пренебречь совестью и подчиниться приказу нет ни за что. Виктор Гюго На дополнительных выборах в июне 1848 года одновременно с Виктором Гюго депутатом собрания стал принц Луи Наполеон Бонапарт. В жилах этого сына Гортензии Богорне и, быть может, одного голландского адмирала не было ни одной капли крови Бонапарта, но у него было магическое имя, и толпы на бульварах распевали «Полеон! Полеон! У нас будет он!» Эту странную кандидатуру на пост президента Новой Республики выставила небольшая группа преданных ему людей. В собрании над ним сперва смеялись. В тех редких случаях, когда он появлялся на трибуне, его заспанный вид, немецкий акцент, бессвязные речи расколаживали аудиторию. Кретин пескливым голосом отзывался о нем маленький Тьер. Но Тьер полагал, что кретина легко будет повести за собой, и из ненависти к республиканцу Ковиньяку представители правой отдали предпочтение этому фальшивому Бонапарту с тупым взглядом. госпожа Гомлен, альковная бонапартистка восторгалась им. Все объединятся вокруг него, говорила она. Заручившись поддержкой Леонида «Бонапартистка человека, которых при большом чистолюбии можно взять себе за образец Наполеон и Вашингтон. Один гениален, другой добродетелен. Наполеон более велик, но Вашингтон лучше его. Если нужно выбирать между преступным героем и честным гражданином, то я выбираю честного гражданина. Таково мое чистолюбие». Виктор Гюго «История одного преступления». Примечание редакции. Гюго нашел, что принц человек унылый и довольно безобразный, да еще какой-то растерянный, вроде лунафика, но что он деликатен, серьезен, хорошо воспитан и осторожен. Королева Гортензия не зря советовала сыну никогда не раскрывать прежде времени своих замыслов. Он с важным видом твердил «Я свободолюбец и демократ». А слова эти производили на Гюго магическое действие. Поэт, мысливший понятиями «белое и черное», заблудился в сером туманике тросплетения этого мечтательного, но алчного авантюриста. Ему было известно, что когда-то принц обвинялся в принадлежностях к Карбонарии, что он написал брошюру об исчезновении пауперизма. Это Гюго импонировало. На мгновение ему представился четвертый актер «Арнани», роль романтического героя, которую он, мыслитель, должен исполнить в качестве советчика либерального императора. Это была давняя мечта поэта. К тому же другой Наполеон, Наполеон I, был вдохновителем его лучших стихов. И за своим длинноносым гостем со стеклянным взглядом он видел триумфальную арку, купол дома инвалидов, строф будущих стихов. Через несколько дней вслед за лапресс в колеснице Наполеона в приглас газета «Эвенеман». До октябрьской встречи семейная газета «Гюго» относилась к Луи Наполеона сдержанно, признавала лишь престиж имени, который принадлежал дяде, а не племяннику. 28 октября позиция внезапно изменяется. В большой статье Эвенеман вручает принцу судьбы Франции и приписывает ему былую славу императора. В палате депутатов поэт развивает энергичную деятельность, чтобы преодолеть барьер, мешающий принцу стать президентом. Он голосовал за то, чтобы президент избирался на всеобщих выборах. То было заблуждение, к которому присоединился Илла Мартин, полагая, что таким образом он прокладывает путь самому себе. Он голосовал против требований присяги президента и, наконец, голосовал против проекта Конституции, так как был враждебен принципу однопалатной системы. Правая монархическая часть палаты благосклонно отнесла склую Наполеону, так как полагала, что она быстро с ним разделается. Ведь было принято решение, что президент не может переизбираться на второй срок. Они думали, что это будет нечто вроде короткой интермедии. «Мы предоставим его женщинам», презрительно говорил Сьер, «а сами будем держать его в руках». Что же касается Франции, то она была подготовлена к этой авантюре. Крестьяне и буржуа, напуганные июньскими восстаниями, увидели в двойнике Наполеона своего спасителя. Рабочие после закрытия национальных мастерских сердились на либералов, да и в сердцах у многих из них жива была бонапартийская закваска. Эвенеман оказала принцу сядную поддержку. О Ковиньяке мы писали, что его боятся, о Ламартини, что им восхищаются, о Бонапарте, что его ждут. Накануне выборов Эвенеман вышла с приложением в целую страницу, где пестрела сто раз повторенное имя Луи Наполеона Бонапарта. Была проявлена сверхгорячая преданность. Когда подвели итоги голосования, то выяснилось, что принц получил пять миллионов пятьсот тысяч голосов, Ковиньяк миллион пятьсот тысяч, Ледрюр-Олен триста семьдесят тысяч, Иван Мартин семнадцать тысяч девятьсот сорок. При оглашении последней цифры монархисты разразили с хохотом. Эвенеман торжествовала, Наполеон не умер, наступило время для свершения великих дел. Гюго в манифесте, написанном в духе романтического империализма, начертал обширную программу действий, явившуюся его политическим предисловием к Ромбелю. В области внешней политики он намечал разоружение, основание Союза Наций, организации, которая должна быть высшей властью для разрешения всех спорных международных вопросов. Он предлагал прорыть Суэцкой и Панамской каналы, ставил задачи цивилизацию Китая, колонизацию Алжира. В области внутренних дел борьба против нужды и лишений, принятие мер, способствующих развитию промышленности, подъема искусств, литературы и науки. Прекрасная мечта и даже прекрасная программа. Однако Гюго был способен лишь воспеть ее, но не провести в жизни. Бесчисленные его враги распространяли слух, что он добивался министерского партия. Поводом к этим нападкам послужило его обращение к президенту, которого он призывал ориентироваться на новые и прославленные имена. Но ведь он искал для себя более значительные роли, чем постминистра. Мы не намерены ни в чьей свите продвигаться к власти. Это и слишком высоко, и слишком низко. Нет, Гюго хотела стать тайным духовным советником принца. Он и не подозревал, что имеет дело с человеком, для которого важно было лишь одно — любыми средствами удержаться на том пьедестале, куда его вознесла фортуна. 23 декабря принц-президент давал в Елисейском дворце свой первый обед. Был приглашен и Гюго, но он несколько запоздал. Президент встал и направился к нему. «Я устроил этот обед экспромтом», сказал он, «и пригласил лишь несколько близких друзей. Я полагал, что вы не откажете сбыть в их числе. Весьма признателен, что вы пришли». От проницательного взгляда истого журналиста, каким являлся Виктор Гюго, не ускользнуло то, что белый фарфоровый сервиз самый обыкновенный, а столовое серебро довольно грубое и потертое, как в заурядных буржуазных домах. Новый режим вступал в свои права в бедности. После обеда президент отвел Гюго в сторону и спросил его, что он думает о настоящем моменте. Гюго сдержанно ответил, что нужно успокоить буржуазию и предоставить работу народным массам, что после трехвековой славы Франция не пожелает впасть в ничтожество. Короче говоря, необходимо установить мир. К тому же Франция страна завоевателей. Когда она не одерживает победы силой оружия, она хочет достигнуть их силой разума. Поймите это и действуйте. Если забудете, вы погибли. пророк говорил свысока. Президент, казалось, задумался и отошел от него. Бесспорно он подумал идеолог отстранить его. Возвращаясь домой, Гюго размышлял об этом мгновенном переселении во дворец, об этом пробном церемониале, об этой смеси буржуазного, республиканского, императорского. В конце недели 30 декабря 1848 года он отправился к Ламартину, который устраивал прием каждую субботу. Он нашел его бледным, сагбенным, озабоченным и опечаленным, постаревшим за 10 месяцев на 10 лет, но спокойным и примирившимся со своей неудачей. Жирарден критиковал президента и только что сформированное убогое министерство с торжественным Азелоном Барро, прославившим со своей наполеоновской манерой держать руку за отворотом сюртука. Нет, надо было составить авторитетный кабинет министров Фьер, Моле, Бюжо, Берье, Гюго, Ламартин. Ламартин ответил, что он бы согласился войти. Гюго промолчал. Через день 1 января 1849 года он размышлял над теми переменами, которые произошли в иссекшем бурном году. Луи Филипп в Лондоне, герцогиня Орлеанская в Эмсе, папа Пи IX в ГАЭТ, католическая церковь потеряла Рим, буржуазия потеряла Париж, Алиса Ози выступала совсем ногая в роли Ева на сцене театра Порт-Сен-Мартен. В июле 1848 года умер Шоттабриан, и Гюго жалел, что похороны были самые обычные. А мне бы хотелось для Шоттабриана по-королевски торжественной церемонии погребения. Собор Парижской Богоматери, мантия Пэра Франции, мудир академика, шпага дворянина-эмигранта, ожерелье ордена Золотого Руна, представители всех корпораций, половина гарнизона под ружьем, задрапированные черным крепом барабаны, каждые пять минут пушечный выстрел, или уж катафалк бедняков отпевания в сельской церкви. Он раскритиковал похороны Шоттабриана, как Шоттабриан раскритиковал церемонию коронации Карла X. Курс 5-процентной ренты упал до 74 франков. Картофель стоил 8 сул мерка. Луи Бонапарт задавал пышный обед Этьеру, который когда-то приказал его арестовать, и графу Моле, который вынес ему обвинительный приговор. Принц Жером Бонапарт, экс-король Вестфалии, стал правителем дома инвалидов. Он-то хоть похож был лицом на императора. Своего племянника президента он называл господин Багарне. Как-то раз, входя во дворец национального собрания, Гюго с удивлением услышал возглас часового «Привет врагу заговорщиков». Это был солдат национальной гвардии Жюль Сандо. «Нет», ответил Гюго, «Другу заговорщиков». На заседании академии, где присуждались премии за поэтические произведения, Ламартин сказал ему, «Гюго, если бы я участвовал в конкурсе, они бы не присудили мне премии». А меня, Ламартин, они бы и читать не стали. Оба были правы. 17 февраля 1849 года Гюго с супругой был приглашен на бал к новому президенту. Адель Гюго рассказала об этом вечере в письме Жюлю Жанену, в прошлом врагу, а ныне другу их семейства. Я встретила там почти всех, кто бывал на приемах у Луи Филиппа. Прибавилось лишь два Кремонтаньяр и несколько легитимистов, таких как герцоги Дегиш, Деграмон и Дерье, которые находились в оппозиции к прежнему королю. Но я не видела ни одного художника, ни одного философа, ни одного писателя. Я была поражена тем, что власть, всегда столь неустойчивая, придала за взвению единственную бессмертную власть. Подобное упущение мне было обидно, тем более, что я питаюсь симпатию к славному имени Наполеоне. О своем муже я не говорю. Он был приглашен по другим мотивам. В газете «Эвенема» Тереза де Бларю Леонидоне описала этот бал в стиле готье Мюссе, и отозвалась о нем с великой похвалой. Тем не менее, популярность Луи Бонапарта меркла. У него были дорогостоящие любовницы, а собрание скупо отпускало ему кредиты. Он играл на бирже со Шилем Фульдом. На горизонте уже восходила звезда Генриха Пятого. В то время маршал Бюжо подготовил небольшую книжку «Уличная война». Здесь изложены, писал он, практические советы по форме, подобной инструкциям против холеры. Каждый задавал себе вопрос, одни с беспокойством, другие с надеждой, что же произойдет. Сент-Бюф, будучи человеком благоразумным, отправился в Льеш, чтобы провести там смутное время. Адель, которая иногда тайно с ним встречалась, писала ему туда. Она упрекала его в том, что он проявил в отношении ее слишком большую осторожность, что он невнимателен к ней, своему другу. Он оправдывался, «Мое здоровье расшатано, моя нервная система не в порядке и весь мой организм подвержен недугам. Вы мне говорите, не отвергайте и не разбивайте того, что вам дается от всего сердца». «Как? Лишь потому, что я написал не очень понравившееся вам письмо, вы увидели в этом опасность для нашей дружбы такую большую, что она может привести к разрыву? Мне гораздо нужнее прочная дружба, нежели более горячие, но неровные властные чувства, какое вызывается определенным родом отношений. Если я непрестанно говорю о своей старости, значит, я отвергаю лишь эту форму наших отношений». Весьма странное письмо, которое только доказывает, что бедная Адель потерпела фиаско, проиграв все ставки. В мае состоялись новые выборы. Гюго был избран, заняв второе место в Париже. Он получил 117 069 голосов. На этот раз в палату его вознесли реакционеры. Бурграфы с улицы Пуасье теперь насчитывали в своем воинстве 450 депутатов, в большинстве монархистов, не игравших, однако, решающей роли, так как существовал раскол между приверженцами старшей и младшей ветви династии бурбонов. он оставался человеком порядка. Но если в нем и сохранилось что-то от солдата национальной гвардии, то от национальной гвардии героических ее времен. Тирады героев-идеалистов в его драмах выражали его подлинные чувства. Цинизм был отвратителен. Его возмущали подлые речи, которые раздавались не столько с трибуны, сколько в комиссиях и в кулуарах. Когда он понял истинные намерения Фаллу и Монталандера относительно рабочего вопроса, он почувствовал к ним какой-то ужас и отошел от них. Арман де Мелен, честный человек, политические друзья которого называли его сумасшедшим, после июнского восстания 1848 года добивался, чтобы была создана большая парламентская комиссия для обследования моральных и материальных условий жизни народа. Рассмотрение этого проекта все откладывалось, и большинство депутатов уже считало его похороненным, как вдруг Мелен, к ужасу бурграфов, сам внес свое предложение. Тотчас началось ловкое маневрирование. Прямо отвергнуть это предложение считали недипломатичным, куда было умнее выхолостить его содержание. Виктор Гюго, при котором эти господа говорили откровенно, считая его пешкой, человеком несколько наивным и послушным, слышал, как они заявляли, что во времена анархии лучшие средства это сила, что предложение Милена завуалированная программа социализма, что его следует похоронить приличным образом и тому подобные милые слова. Несмотря на поддержку депутатов улицы Пуатье, Гюго оставался представителем отверженных. Веря лишь собственным глазам, он побывал в Сент-Антуанском предместе и в лачугах Лилля и сам увидел, что представляет собой нищета. Он пожелал не только сказать об этом, но и опровергнуть жестокие речи, которые он слышал. Такой поднялся тогда вопль негодования. Как член партии порядка осмелился утверждать, я выражаю мнение тех, кто считает, что нужду и лишение можно ликвидировать. Более того, он предал огласке разговоры, которые вели с тайны. Речи, которые здесь произносят с трибуны, предназначаются для толпы, а закулисные сговоры предназначаются для голосования. Так вот, что касается меня, то я не желаю закулисных сговоров, когда дело идет о будущем моего народа и о законах моей страны. Я оглашаю с трибуны то, что высказывают тайком в кулуарах. Я разоблачаю скрытые влияния. Это мой долг. Виктор Гюго, речь в Национальном собрании от 9 июля 1849 года. Дела и речи до изгнания. Примечание редакции. В зале зашумели, заволновались. Общеизвестно, что писатель в какой-то степени является опасным для общества. Но ведь Гюгот был допущен в цвета и святых, как же он смеет выдавать семейные тайны? Нужно воспользоваться молчанием, к которому приведены анархические страсти, для того, чтобы произнести слово в защиту народных интересов. волнения в зале. Нужно воспользоваться исчезновением духа революции, чтобы оживить дух прогресса. Нужно воспользоваться спокойствием, чтобы восстановить мир, не только на улицах, но настоящий, окончательный мир, мир в сознании и в сердцах. Одним словом, необходимо, чтобы поражение демагогии стало победой народа. Виктор Гюго речь в национальном собрании от 9 июля 1849 года принчание редакции. Во время парламентских каникул в августе 1849 года в Париже был создан Конгресс мира. На нем были представлены основные государства Европы. Виктору Гюго избрали председателем. Некоторое время он питал надежду, что в борьбе на два фронта против бессердечных людей и против сонкилотов ему окажут поддержку правительство. Эванеман высказал пожелание, чтобы была основана помимо белой и красной промежуточная синяя партия, которую возглавит президент. Но никогда авторитет Гюго в палате не падал так низко, как в то время. Консерваторы прерывали его речи саркастическими возгласами и улюлюканьем, левые его не поддерживали, он оставался в одиночестве. Его пламенные речи не имели никакого значения. В собрании имеет значение не то, что говорят, но почему это говорят. Виктор Виктор Гюго совершенно не знал правил парламентской стратегии. К тому же он заучивал свои роли, а не импровизировал их, и потому не мог приноровиться к реакции аудитории. Предполагая, что в определенном месте его прервут, он ожидал этого момента, и когда этого не происходило, он как бы терял равновесие и падал в пустоту. Луи Наполеон был не из тех, кто согласится долго иметь соратником человека невлиятельного. Неминуемо должен был произойти разрыв, и он был резким. Для того, чтобы угодить большинству католической партии, президент организовал военную экспедицию в помощь папе против Римской республики Мадзини. Генерал Удино захватил Рим и восстановил светскую власть папского престола. Луи Наполеон, понимая, что воинствующий эквирикализм бурграфов не пользуется популярностью, написал своему адъютанту Эдгару Нею письмо, которое было опубликовано. Он выражал желание, чтобы в Италии была восстановлена свобода и объявлена всеобщая амнистия для итальянского народа. «Знамя Франции», писала Эвенеман, «обеспечит процветание свободы в Италии». Пи девятый, не оказав уважения своему заступнику, опубликовал буллу «Моту Прокрио» по собственному почилу, где он утверждал абсолютизм папской власти. Тьер посоветовал примириться с этой буллой и был поддержан большинством католической партии во главе с Монталамбером. Гюго, голосовавший против предложения Тьера, обезал 16 или 17 октября в Елисейском дворце. Было условлено, что принц заменит свое письмо Эдгару Нею, противоречащие Конституции, написанное слишком властным тоном, посланием премьер-министра Азелону Барро. Тот прочтет послание в Национальном собрании, затем Гюго выступит в его поддержку. Принц предпочитал людей действия и людям принципов, отдавал предпочтение политикам перед мыслителями, но в тот день у него не было выбора. Ни один из ораторов католической партии не согласился бы принять на себя эту опасную миссию. К несчастью, а может быть к счастью для Гюго, президент перед тем днем, когда заседало национальное собрание, договорился с Барро и так Вилем о компромиссе. Пусть Барро не зачитывает послание. Вопреки истине и правдоподобие он заявит, что письмо президента и папская булла мото проприо по существу выражают одну и ту же мысль. На самом же деле они были прямо противоположны. Но недобросовестность не имеет границ и сказать можно все что угодно. Был ли Гюго предупрежден об изменении тактики? Может быть он и знал об этом, но отказался подчиниться новому решению? А Дилон Барро который не любил его мог ловко поставить ему ловушку. Я не политик утверждал Гюго я просто свободный человек. Так или иначе но речь он произнес неполитичную. Он защищал письмо Эдгару Нею но признал его бестактным и непродуманным это оскорбило президента. Кроме того он сказал что письмо и папская була противоположно по содержанию ибо у папы просили всеобщей амнистии а он благословил массовое изгнание. Это шокировало Аделона Барро он посоветовал Ватикану понять свой народ и свою эпоху. Слова эти вызвали злобный вой большинства. Значит вы разрешите сооружать виселица в Риме под сенью трехцветного знамени. Невозможно допустить что во Франции так обращалась со своим знаменем чтобы она расточала свои деньги деньги народа терпящего лишения чтобы она проливала кровь своих доблестных солдат и пошла бы на все эти жертвы впустую. Нет я обмолвился ради того чтобы все это принесло нам позор. Виктор Гюго речь в национальном собрании от 19 октября 1849 года Дела и речи до изгнания Примечание Редакции Речь была прекрасная но никакая речь не может победить собрание которое настроено определенным образом. Левая аплодировала Гюго лил воду на ее мельницу Монталандер сказал что эти аплодисменты были карой для Гюго последний ответил ну что ж я принимаю эту кару и горжусь ею длительные аплодисменты на скамьях левой было время да позволит мне господин Монталандер сказать это с чувством глубокой жалости к нему когда он более достойным образом применял свое красноречие он защищал Польшу как я теперь защищаю Италию тогда я был рядом с ним теперь он против меня это объясняется очень просто он перешел на сторону угнетателей а я остаюсь на стороне угнетенных Виктор Гюго ответ Монталандеру 20 октября 1849 года дела и речи до изгнания примечания редакции разрыв с бурграфами стал таким образом окончательным незамедлительно наступил разрыв с Елисейским дворцом Луи Наполеон при своей склонности к двуфничеству не мог одобрить прямолинейности в последний момент он решил занять умеренную позицию а Виктор Гюго своей неистовостью разрушил его планы у одного были аппетиты у другого убеждения говорили что поэт и президент обменялись резкими словами Эвенеман писала интриги которые плетут правые в Елисейском дворце в течение двух дней увенчали с успехом другие утверждали что Гюго потребовал себе постминистра и не получив его перешел в ревя позиции на это я могу ответить лишь одно никогда в моих беседах с Луи Бонапартом или с теми кто говорил от его имени не возникал подобный вопрос пусть попробует кто-нибудь представить доказательство или хотя бы тень доказательства что это неверно но никто этого не сделал 25 ноября 1849 года в Эвенеман была напечатана следующая заметка с понедельника с того дня когда происходил обед у президента то есть за три дня до дискуссии в собрании господин Виктор Гюго ни разу не был в Елисейском дворце и не вел никаких разговоров с президентом республики с этого времени газета все время осуждала президента разве господин Луи Наполеон не замечает что его советники плохие советники которые стремятся заглушить с нем все благородные порывы в этом изменении курса не усматривали ничего предосудительного сохранять преданность вероловному правителю и по-прежнему оказывать ему поддержку меж тем как он не оправдывает оказанного ему доверия это означало бы изменить самому себе политическая борьба и смятение чувств 1850 1851 Гюго был одним из тех резкостных людей которые всегда стремятся к свободе как источнику всякого блага Ален годы 1850 1851 для Гюго время острых политических схваток и душевных волнений после разрыва с Елисейским дворцом он резко выделялся в национальном собрании среди других политических деятелей левые рукоплескали ему за то что в своих речах он блестяще защищал принципы свободы но все же не признавали его по-настоящему своим соратником депутаты правой его освистали выказывали ему презрение как перебежчику и возводили на него неслыханную клевету на своем горьком опыте он убедился как аламартин что слава и популярность недолговечны в этом мире январь 1850 года пять лет тому назад я был близок к тому чтобы стать любимцем короля ныне я близок к тому чтобы стать любимцем народа этого не будет как не было и благосклонности короля потому что придет время когда резко проявится моя независимость и верность своим убеждениям и я вызову гнев уличной толпы как в прошлом вызывал недовольство в королевском дворце луи наполеон с холодной расчетливостью осуществлял свой замсел его цель захватить власть его тактика стать главнокомандующим армии главной полиции то есть заменить бурграфов мамилюками всецело преданными его особи осуществляя эту махинацию он для успокоения большинства собрания по видимости поддерживал их программу необходимо сказал он монталандеру осуществить римскую экспедицию внутри страны иначе иначе говоря следует изгнать из школ учителей республиканцев как это было сделано в Риме луи наполеон бросил эту кость на съедение бурграфом ведь по существу закон фа-лу утверждал не свободу преподавания а монопольное право клирикала в деле школьного образования словом союз конгрегации с партией золотой середины Виктор Гюго в блестящей речи выступил против этого закона он внес ясный проект на всех ступенях бесплатное обучение обязательное на первой ступени общение сердца народа с мозгом Франции отделение церкви от государства в их обоюдных интересах Гюго не желал упразднить религиозное воспитание скорее наоборот уничтожить на земле нужду побуждать всех людей обратить взоры к небесам но он признавал религию а не клирикализм о я отнюдь не отождествляю вас клирикальную партию с церковью так же как я не смешиваю а мелу с дубом вы паразиты церкви вы язва церкви вы не приверженцы а физматики религии которую вы не понимаете вы режиссеры религиозного спектакля не впутывайте церковь в ваши дела в ваши коварные происки в ваши стратегические планы в ваши доктрины в ваши чистолюбивые замыслы не называйте церковь своей матерью превращая ее в свою служанку не истязайте церковь под предлогом приобщения ее к политике а главное не отождествляйте ее с собой поступая так вы наносите ей вред Виктор Гюго речь от 15 января 1850 года о свободе преподавания дела и речи до изгнания примечания редакции в апреле 1850 года мамилюки Елисейского дворца предложили проект закона о ссылке за политические преступления и заключение в тюрьму по месту ссылки проезд этот предварял собою составление будущих проскрипционных списков февральская революция отменила смертную казнь за политические преступления ее заменили медленной смертью вот перед вами человек сказал Гюго осужденный особым судом этот человек этот осужденный преступник по мнению одних герой по мнению других ибо несчастье нашего времени громкий опыт справа после того как правосудие сказала свое слово воскликнул председатель национального собрания Дюпен старший преступник становится преступником для всех и героем его могут назвать только сообщники одобритель одобрительные возгласы правых я позволю себе сказал Гюго напомнить господину председателю Дюпену следующее правосудие объявило преступником маршала Нэя осужденного в 1815 году в моей глазах он герой а ведь я не его сообщник продолжительные аплодисменты слева Виктор Гюго речь от 5 апреля 1850 года о ссылке дела и речи до изгнания примечания редакции Реклика оказала воздействие председатель безмолвствовал Гюго в тот день был олицетворением возмущенной человеческой совести я знаю господа что каждый раз когда мы вкладываем слово совесть тот значительный смысл который на наш взгляд оно имеет это к несчастью для нас вызывает улыбку у весьма крупных политических деятелей на первых порах эти великие политики еще не считают нас неизлечимыми мы внушаем им сострадание они согласны врачевать недуг которым мы поражены совесть и елейно противоставляют ему государственную необходимость а вот если мы упорствуем о тогда они начинают гневаться тогда они заявляют нам что мы ничего не смыслим в делах что у нас нет политического чутья что мы люди несерьезные и как бы мне выразиться впрочем скажу они бросают нам в лицо бранное слово самое что ни на есть оскорбительное какое только могут найти они называют нас поэтами век сэм сэм это это речь от 5 апреля 1850 года отсылки примечания редакции В 1848 году во Французской Республике было введено всеобщее избирательное право. Бурграды пожалели о прежней системе ограниченных выборов. И вот принц-президент приподнется им в подарок избирательный закон, по которым одним взмахом посредством различных цензов, в частности ценза от тёдлости, количество избирателей сокращалось на 4 миллиона человек за счет рабочих и представителей интеллигенции. А ответственность за эту реформу очень ловко возлагалась на комитет из 17 бургграфов. Дюго, разумеется, выступил на защиту всевышнего избирательного права, считая его единственным регулятором народной стихии, единственным способом формирования законной власти, оплотом против анабдии, точкой опоры среди волнений и бурь. Он выяснил президента. Этий Нума Пампилий, которому подают советы не одна, а семнадцать Нилка Герий. — Ну хорошо, — говорил он правым депутатам, — вы избавитесь от 4 миллионов голосов, но вам никуда не уйти от того, что время движется вперед, что наступил ваш последний час, что земля вращается. — Что? Приносите народ в жертву. Нравится вам это или нет, но прошлое есть прошлое. Пытайтесь починить его расшатанные оси и ветки и колеса. Запрягайте в него, если хотите, темно встать государственных нежей. Тащите его сюда. И пусть сегодняшний день озарит его своим светом. И что же? Что окажется на поверку? Прошлое останется прошлым. То есть, если он не будет в виду его ответственность, то есть все. Виктор Гюгот, речь от 24 мая 1850 года. Всеобщее избирательное право. Дела Вики до любви. Против напада Гюго большинство собрания избрало два способа защиты. Его подвергали осмеянию, и ему напоминали его прошлое. Монталамбер сказал, что Гюго поддерживал все партии, а затем от всех отрекался. Он отверг это обвинение и блестяще защищался. Но, тем не менее, его жизни угрожала опасность. В собрании распространились зловещие слухи. Большинство собрания желало спровоцировать хотя бы с помощью полиции мятеж для того, чтобы потопить его в крови. Случайный выстрел мог сразить любого мешающего человека. Полковник Шаррас, либерал, сказал Гюго, — остерегайтесь. Он ответил, — ну вот еще, да пусть они придут ко мне. В моей келье найдут только стихи, да и незавершенные строфы на всех столах. Я лишь посмелюсь над ними. Ему дружески посоветовали не выступать по поводу избирательного дела. Ну уж нет. Я непременно выступлю. А там будь что будет. Огромная сабля, которой потрясают маленькие людишки, события 93-го года, происходящие в 1850-м году, сверх породивший нечто чудовищное. Это даже забавно. Он находил, что его противники просто комичны. Он заблуждался. Они были комичны и смешны. Он чувствовал бы себя более сильным в отчественной жизни, будь его личная жизнь, менее сумбурной и достойной осуждением. Долг, признательность, любовь, желание сделал его рабом прежних привязанностей и мимолетных увлечений. Три жили, почти три супруги, Адель, Жюльвета и Леонид, жили не вдалеке друг от друга, и стойных манатра в тесном пути. Каждый из них он должен был уделять время и навещать одну вслед за другой, всегда рискуя встретить, когда он идет под руку с Жюльеттой, свою жену или Леонид, которые подружились на почве вражды к Жюльете, наиболее опасной сопернице. Жюльетта, оставаясь в семье, следила за похождениями своего господина и смиренно таила свою великую любовь в глубине квартала Родье, в бросном тупике, где она жила в непрестанном одиночестве и скуке. Редко выпадало на ее долю счастье сопровождать своего друга в парламент или в академию, слушать там его речи, либо изредка принимать его у себя дома. Каждое утро она отправлялась посмотреть издали на два окна его кабинета. Гюго разрешил ей, наконец, в 1745 году выходить из дома на прогулку. Она еще не знала, какую роль в его жизни играет Леонид Оне, и с недоверием относилась к другим женщинам, ибо он не мог устоять перед теми, кто искал с ним близкого знакомства. Кафе Шантанна и певичка Жозефина Фавиль, светская дама госпожа Роже де Жанет, Элен Готен, осужденная за воровство, поэтесса Луиза Колле, экспансивная незнакомка Натали Рену, авантюристка Лауре де Пре, артистка комедии Францесс Сильване Плесси, особо именовавшая себя виконтессой Дюваллон, о которой в Ельбасе сказал, что она выдала трех своих дочерей красавиц замуж, словно совершила хорошую коммерческую сделку. Куртизанка Эсфир Геймон, быть может, Рошель, Дюго, который в дни добродетельной молодости придавал большое значение целомудрию, теперь высказывал взгляды на любовь в духе Шелли. Любовь. Кто повелел двоим любить? Спросил быстрых вод, спросил ветерка, у опаленного свечой мотылька, у золотых лучей, у виноградных лод, у взбодораженных апрелем гнезд, у всех, кто ждет, поет и шепчет в тишине, и сердце крикнет, неизвестную ему. Виктор Георг, Любовь, созерцание, замечание редакции. Когда 29 апреля 1851 года умерла от апоплектического удара Фортьюне Гомлен, многие скорбели и рыдали в обсеуслышании. Смерть эта явилась печальным событием для Гюго, который потерял верного друга, а для Леони — катастрофой. После развода с мужем Леони нашла в лице этой умной женщины близкого друга, проводила с ней почти все вечера либо дома, либо в театре. Лишенная помощи многоопытной светской красавице, которая с годами обрела мудрость, бывшая госпожа Беар, поразмыслив о своей судьбе, решила, что она погубила свою жизнь ради Виктора Гюго, а поэтому он должен посвятить ей бытую часть своей жизни, и уж по крайней мере должен ради нее пожертвовать Жульеттой. Она не раз пыталась добиться от своего любовника этого разрыва, но всегда наталкивалась на решительный отказ. Когда в 1849 году она стала угрожать Гюго, что все откроет Жульетте, он грубо ее одернул. «Вчера вы очень резко сказали мне, что если я это сделаю, то такой дурной поступок лишит меня вашего уважения. Но ведь я имею право так поступить. Ведь я столько страдала и так терпеливо ждала четыре года. И все же, как бы ни были несправедливы ваши слова, какое бы чувство любви вы не проявляли к другой, я не решаюсь пойти на этот шаг, так как ваша угроза более страшна для меня, нежели смерть. Хорошо, я не поступлю так, как хотела поступить. За мной сверхчеловеческих усилий я буду оберегать счастье и иллюзии той женщины, которую ненавижу больше всего на свете, женщины, которую я задушила бы с великой радостью, даже если мне пришлось бы отвечать за это перед Богом, женщины, в жертву которой принесено счастье моей жизни». Леония досаждала Гюго бесконечными вопросами. «Если Жюльетта не пользуется правами любовницы, ей остается узнать очень немного. Если же она имеет эти права, в таком случае я не смогу действовать иначе, чем решила. Раз вы не желаете, чтобы ей стало все известно, значит вы предоставили ей те права, которые принадлежат мне. Я отрекаюсь от всего. Лучше умереть, нежели разделять с ней вашу любовь. Я готова пойти на то, чтобы она оставалась вашим другом, а вы осмеливаетесь говорить мне, что с моей стороны будет гадко, если я совершу поступок, благодаря которому все встало бы на свое место. Ну хорошо. Я отказываюсь от своего намерения. Не будем больше говорить об этом. Более четырех лет я нахожусь в позорном положении, так как она убеждена, что является единственной женщиной, которую вы любите. Бог вам судья. Пусть все будет так, как вы хотите. Я буду проводить дни своей жизни в отчаянии, но, по крайней мере, избавлюсь от укоров совести и не уроню свою честь. Я собрала все ваши письма. Вы можете прислать за ними. Два года спустя настроение у Леонида Ане изменилось, и вместо того, чтобы отказаться от своего намерения, она нанесла удар. 29 июня 1851 года в дом номер 20 по улице Родье прибыл пакет, перевязанный лентой и запечатанный печаткой Виктора Гюго с гербом, который он сам нарисовал, и с его девизом «Эго Гюго». В жестоком смятении Жюльетта вскрыла пакет. То был почерк обожаемого человека. Она прочитала письма и с ужасом узнала, что с 1844 года ее любовник любил другую женщину, писал ей страстные письма, столь же очаровательные, как и те, которые в течение 18 лет были для нее единственным счастьем и честью. «Ты мой ангел, я целую твои ножки, целую твои глаза, ты свет моих очей, ты жизнь моего сердца». Те же самые выражения, которые были и в письмах к Жюльетте. Леони сама вложила в пакет короткую записку, сообщив в ней, что любовные отношения продолжаются и теперь, что к ним относятся с уважением как в обществе, так и в доме Виктора Гюго, а посему госпожа Друэ, пожалуй, поступила бы разумно, если бы первая порвала узы дружбы, продолжать которую поэт больше не хочет. Нельзя вообразить ничего более ужасного в жизни женщины, подкветившей себя единственной любви, нежели это доказательство постоянного предательства, скрываемого в течение семи лет. Жюльетте вышла из своего дома вся в слезах, близкая к помешательству. Весь день она бродила по Парижу и возвратилась только вечером, разбитая спасительной усталостью. Она надеялась, что появится Виктор, и решила после необходимых объяснений уехать к своей сестре в Брест. Гюго ничего не отрицал, умолял Жюльетту простить его и пообещал отвергнуть ее соперницу. Но при этом он расхваливал красоту и образованность госпожи Доне и дал понять, что к ней уважительно относились его жена и его сыновья. Все это еще более усилило горе Жюльетты. Она была слишком горда для того, чтобы принять любовь, которая окажется жертвой с его стороны. Жюльетта Друэ, Виктору Гюго, 28 июля 1851 года «Во имя всего самого святого для Тебя и во имя моей глубокой скорби, друг мой, не проявляя ложного великодушия, не наноси рану собственному сердцу, желая избавить меня от страданий. Сколь бы ни была искренне Твоя жертва, она не введет меня надолго в заблуждение, и я никогда не прощу себе, что поддалась иллюзии и пожертвовала Твоим счастьем. Господи Божий, если Ты считаешь, что я достаточно искупила то, что невольно совершила преступление, появившись на свет, сжалься надо мной, сжалься надо мной, Господи, избавь меня от последней капли горечи, не дай мне увидеть, как по моей вине страдает человек, которого я люблю больше всего на свете, который мне дороже моего счастья, даже дороже райского блаженства. Пусть он будет счастлив с другой, нежели несчастлив со мною. Господи, будь милостив, молю Тебя, пусть он свободно решит, как ему поступить, вложи в его сердце истинное великодушие, истинное чувство долга, даруй ему истинное счастье, и я благословлю свою судьбу, безропотно приму свой удел. Началось соперничество великодушием. Когда Жюльетта после печальных размышлений заговорила о разрыве, Гюго, как и все мужчины в подобных случаях, попросил пожалеть его. Он сослался на бессонницу, на болезнь горла, его тревожила судьба сыновей, преследуемых правительством. Тень Леони, роковой женщины с детским лицом, витала над ним при этом состязании в самопожертвовании. Жюльетта Виктору Гюго, 30 июля 1851 года. Я благодарна этой женщине за то, что она была столь беспощадна, приведя доказательства твоей измены. Она по самую рукоятку вонзила в мое сердце кинжал, показав, какое чувство обожания ты питал к ней в течение семи лет. Это было цинично и жестоко с ее стороны, но вместе с тем и честно. Эта женщина успешно выполнила роль моего палача. Все удары отвечали с точностью. Две женщины, влюбленные в одного и того же мужчину, ненавидят, но вместе с тем и уважают друг друга за фанатизм в любви. Так как поэты Жюльетта были и остались романтиками, так как он провозглашал право на страсть, очень искусно предавая своим любовным утехам некий таинственный характер, и так как он умел, когда хотел этого быть веселым, легким, ласковым, обаятельным, Жюльетта, вновь очарованная, согласилась, чтобы они втроем провели испытательный срок, после которого Гюго должен определить свой выбор. На это отводилось четыре месяца, начиная с фатального дня 29 июня, что обеспечивало герою драмы приятный период отсрочки, в течение которого он мог свободно встречаться с обеими женщинами. Леони предъявляла свои права, Жюльетта придавала значение только любви. Жюльетта Друэ, Виктору Гюго, 9 сентября 1851 года. «Я счастливее той особы, которую писала тебе вчера, мой любимый. Я не предъявляю никаких прав на тебя, и 19 лет моей жизни, которые я отдала тебе, не стоит даже атома твоего покоя, счастья, уважения». 22 сентября 1851 года. «До сих пор не могу понять, что могло тебя, загадка, заставить отказаться от женщины, которую ты находишь очаровательной, молодой, одухотворенной, возвышенной, женщины, любовь которой, верность и преданность, не вызывают в тебе сомнения, отвергнуть ее из-за какого-то жалкого создания, не идущего с нею ни в какое сравнение. Ради такого ничтожества ты, человек справедливый, добрый по натуре, великодушный, человек высокого ума, намерен отвергнуть молодую женщину, которая любит тебя до смерти и за семь лет близости приобрела права на тебя, у которой есть и настоящее будущее. Неужели ты можешь всем этим пренебречь ради несчастного существа, которое плачет горькими слезами, думая о своем прошлом, и удел которой неизбывное отчаяние в настоящем и в будущем? Нужно было обладать большой душевной силой, чтобы так разговаривать с Гюго. Для Гюго же испытание состояло в том, что он должен был провести обеих женщин по висячему мосту любви, чтобы убедиться в его прочности. То было сладостное покаяние. По утрам он работал в своем кабинете, а в это время Жюльетта переписывала у себя дома Жана Вальжана. Затем она встречалась с Гюго на паперте собора Нотр-Дам-де-Лорет и сопровождала его, когда он ходил по своим делам. Обедал он дома, в кругу семьи. Вечер проводил с Леони, о чем он на следующий день рассказывал Жюльетте с обидным для нее оживлением. Испытание должно было длиться четыре месяца. Однако судьба распорядилась иначе, заставив Гюго принять решение ранее назначенного срока, оказав на него воздействие косвенным путем, подчинив его непредвиденным обстоятельствам. Для Гюго наступил тогда исключительно трудный момент в его общественной деятельности. С февраля 1851 года он стал выступать в собрании не только против правительства, но и против личности Луи Наполеона. Голосуя за Наполеона, мы не имели в виду былой славы Наполеона. Мы голосовали за человека, зрелого политика, сидевшего в тюрьме, писавшего замечательные книги в защиту бедных классов. Мы возлагали на него надежды. Мы обманулись в своих надеждах. Виктор Гюго, речь от 6 февраля 1851 года. Дела и речи до изгнания. Примечание редакции. Он признавался, что долго не решался выступать за республику. Затем, видев, что ее предательски схватили, связали, сковали, заткнули ей кляпом рот, он склонился перед ней. Ему говорили, берегитесь, вы разделите ее судьбу. Он отвечал, тем более, республиканцы, расступитесь, я хочу встать в ваши ряды. Разве это только слова? Разве это сказано на зло врагу? В какой-то мере возможно и это, но прежде всего тут отвращение и к имущим классам, бесстрашие перед опасностью и святой гнев. У ворот Бургонского дворца уже звякали солдатские штыки. Национальное собрание готовилось покончить жизнь самоубийством. Оно терпело кабинет министров, составленные из мумилюков, оно передало принцу-президенту все рычаги управления. Собрание знало, что авантюрист, лишенный права быть вновь избранным, вот-вот совершит государственный переворот. И оно допустило, чтобы он лишил Шангарнье командования войсками, тогда как только Шангарнье мог защитить собрание. Кого захочет погубить Юпитер, того он разума лишит. Национальное собрание уже давно дошло до состояния безумия. Окружение президента, предводители его шайки, желали совершить переворот силы. Луи Наполеон одобрительно относился к этому замыслу, но боялся рисковать, не будучи уверенным в полном успехе. Ему нужно было посадить префектом полиции своего человека, МОПА, военным министром Сент-Арно, губернатором Парижа назначить Маньяна. В результате момента, когда будут выполнены его предписания, он вел переговоры, пытаясь разрешить проблему законным путем, добиться пересмотра Конституции, который обеспечивал бы за ним власть на 10 лет и установил бы цивильный лист, достойный императору. Ведь его дядя шел именно по этому пути. Всем было известно, что он вел страну к империи. Но для того, чтобы пересмотреть Конституцию, заговорщики должны были получить в национальном собрании две трети голосов. А ведь многие рейлисты возлагали надежды на 1852 год. Луи Наполеон требовала собрания миллионы франков и продления полномочий на годы. Сьерр отвечал, ни одного суп, ни одного дня разрыв встал неминуемый. 17 июля Виктор Гюго решительно выступил против пересмотра Конституции. И правые вели себя во время его речи издевательским. Шум, хохот, оратора прерывали, все было пущено в ход против великого писателя. Бесспорно, он осудил тогда не только принцип наследственной легитимной монархии, но и монархию славы, как называли бы на партисты империю. Вы говорите, монархии славы. Вот как. У вас есть слава, покажите нам ее. Любопытно, о какой славе может идти речь при таком правительстве? Только потому, что жил человек, который выиграл битву при Маренго и потом взошел на престол, хотите взойти на престол и вы, выигравший только битву при Сатари. Как? После Августа? Августу! Как? Только потому, что у нас был Наполеон Великой, нужно, чтобы мы имели Наполеона Малого. Виктор Гюго, речь в Национальном собрании 17 июля 1851 года. Дела и речи, до изгнания. Примечание редакции. Впервые в Национальном собрании осмелись произнести такие слова. Этот гневный протест, разумный по существу, смущал стыдливых заговорщиков. Ведь монархисты, такие как Монталамбер, тайно примкнули к империи. Левые аплодировали, правые горланили. Шум стоял невыразимый, как сообщал об этом монитер. Один из представителей правых подошел к подножию трибуны и заявил, «Мы не желаем больше слушать эти рассуждения. Дурная литература ведет к дурной политике. Мы протестуем во имя французского языка и во имя французской трибуны. Отправляйтесь с вашими речами в Порт-Сен-Мартен, господин Виктор Гюго. Вам известно мое имя? А я вот не знаю вашего. Как вас зовут? Бурбусон. Это превосходит все мои ожидания». Смех. Бурб, грязь, французское примечание редакции. Проект пересмотра Конституции был отвергнут. Так как легальный путь был закрыт, подражатель Наполеона загорелся желанием совершить насильственный переворот. Если это ему удастся, то, как говорил когда-то генерал Мале, его поддержит вся Франция, измученные парламентскими расприли. Гюго, ставший на сторону обреченной республики, не боялся навлечь на себя бедствие. Неправедное правосудие тотчас подвергло преследованию редакторов Эвенеман. Франсуа Виктора Гюго приговорили к девяти месяцам тюрьмы. На такой же срок приговорили Поля Мериса о Гюстово Кири на шесть месяцев. Шаро Гюго уже был в это время за решеткой. Газета Эвенеман была запрещена, но стала выходить новая газета Эвенеман Дю Пепри. Вестор Гюго ежедневно навещал своих сыновей, своих друзей, заключенных в тюрьму в консержерии. Он пил с ними красное вино, купленное в лавке для арестантов. Вскоре, несомненно, наступится его очередь. Впереди крестный путь и ореол мученика. В этом образе он находил горестное утешение. С одной стороны, это освобождало его совесть от угрызений, вызываемых рабством, которое он терпел с отвращением. С другой, мысль об изгнании уже давно занимала его воображение. Много раз мотив изгнания, то грустный, то торжественный, был лейтмотивом его жизни. логари изгнанник, эрнане изгнанник, дизье изгнанник, наполеон великой изгнанник. О, не изгоняйте никого, изгнание бесчестие. Для обыкновенных смертных это истина, но для поэта-мечтателя не является ли изгнание освобождением, уходом, способом разрешения проблем величественных романтических. Нужно было все кончать в личной жизни. Испытание чувств завершилось в пользу Жульетты. Леонида Ане, развенчанная за свой проступок, потеряла доверие. Любовь Жульетты была более драматичной. Паломничество к могилам усопших, клятва вечной верности во имя двух ангелов-хранителей Леопольдины и Клер, тайные свидания с Жульеттой на улице Тур-де-Верн поцелуи и ласки почти на глазах у супруги. Я не виню тебя ни в чем, я лишь полна к тебе любви. Если мой образ померк в твоем воображении, я не хочу этого видеть, мое сердце всецело заполнено тобой. Осенью с 20 по 24 октября происходило путешествие по лесу Фонтенбло. Мое сердце покрыло сопавшими листьями моих иллюзий, но я чувствую, как сок жизни течет по моим жилам, он поднимается в ожидании тебя, чтобы появилось яркое цветение. Вслед за тем возникли великолепные стихи Виктора, посвященные Жюльетте. Пускай к тебе придет на смену горьких лет Заря, сестра ночей, любовь скорбей, сестра, пускай сквозь тьму пробьется свет, сквозь плач улыбка, луч добра. И, наконец, письмо от 12 ноября 1851 года, достойное стиля Юлии де Леспинас. Жюльетте Друэ пишет Виктору Гюго. Я преисполнена истинной любви, и поэтому во мне нет ни капельки эгоизма. Я собираю свое счастье по зернышкам, где бы ни находила их, на всех углах улицы в канавах днем и ночью. Я его оберегаю и молю о нем Бога во весь голос душераздирающий настойчивостью. Я протягиваю руку, и мое сердце ждет хоть малого подаяния от вашего милосердия. Я бесконечно вам благодарна за него, каким бы способом вы не оказывали его мне. Мое достоинство и моя гордость состоят в том, чтобы любить вас больше всего на свете. Без хвостовства могу сказать, что достаточно преуспеваю в этом. Мое чистолюбие выражается лишь в том, что я хотела бы умереть ради вас. Леони Дуанне не проявляла такой сердечности. Великая любовь победоносная выдержала испытания. Судьба ускорила развязку. Мужественные люди Страна, которой может быть спасена только каким-нибудь героем, не сможет долго существовать, даже при помощи этого героя. Более того, она не заслуживает, чтобы ее спасали. Бенджамин Констант. В декабре 1851 года государственный переворот стал неизбежным. Луи Наполеон хотел сохранить власть. Банда сообщников решила его поддержать. Но не для того, чтобы восторжествовали какие-либо идеи или мнения. Хозяин его подручные поставили перед собой единственную цель — пожить на широкую ногу, и при том, как можно дольше. В собрании же отказало им в дотации в продлении полномочий президента. Оставалось одно — прибегнуть к силе. А сила у них была. Армия повинуется приказу, но собрание своим безумным решением подчинило командующего парижским гарнизоном президенту. Кто же стал бы защищать свободу? Монархисты? Выборы, предстоящие в мае 1852 года, внушали им страх. Народ июньские дни отделили его от либеральной буржуазии. Начиная с осени 1851 года, заговорщики безнаказанно могли совершить государственный переворот. Но военный министр Сен-Тарно посоветовал подождать, чтобы в Париже собрались все члены национального собрания, и тогда арестовать их ночью, вытащив из постелей. К тому же 2 декабря, год община Аустерлица и день коронации Наполеона был для бонапартистов особо торжественным. Они избрали именно этот день. Гюго понимал, что ему грозит опасность. Сыновья его были в тюрьме. Верная Жюльетта ловила слухи, чтобы не пропустить момент государственного переворота, и была поглощена мыслью, как спасти своего возлюбленного. 2 декабря Гюго проснулся в 8 часов утра и, лежа в постели, писал стихи. С испуганным видом вошел слуга. Представитель народа пришел, хочет поговорить с вами. Кто такой? Господин Версенье. Просите. Версенье, мужественный и проницательный человек, вошел и рассказал следующее. Бурбонский дворец оцеплен ночью. Квестеры арестованы. Председатель собрания Дюпен оказался трусом. Прокламация, извещавшая о государственном перевороте, расклеена на всех углах. Депутаты, решившиеся оказать сопротивление, должны собраться на улице Бланш, 70, в доме баронессы Копен. В то время, как Гюго поспешно одевался, пришел безработный столяр Жерар, один из тех, кому он помогал. Жерар побывал на улицах. Гюго спросил его, что говорит народ. Народ безмолвствовал. Люди читали объявления и шли на работу. Какие-то господа, находившиеся возле каждого плаката, объясняли. Реакционное большинство разогнано. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А. Корректор А. Корректор А.